Ладно, я начинаю запись. Для тех, кто в записи смотрит, вы сумасшедшие. Это ФФА, это Варкрафт по старой любви. Как я выпытывал у Близзов, будет ли Варкрафт 4. И мне никто ничего не говорит. Я у разных людей спрашивал, следил за невербальными сигналами. И судя по всему, ну мне так показалось, это мое личное мнение, что они разрабатывают игру по вселенной Варкрафт, но она будет называться не Варкрафт. Ну короче, возможно это желаемые за действительные, но я парочке людей там задал вопросы, они не так глазами съехали. И спасибо Милтону Эриксону за паттерны. У нас появилась надежда на то, что будет что-то. А у нас орки! Уху! Как же здорово. Я хочу сделать Хардстоун 2. Да, Хардстоун 2. Хардстоун не будет 2-3, он бесконечен просто. Поэтому просто, просто Хардстоун. Гэл Гуэс. Отличное знание английского языка. Я конечно так тупил, когда тоже в поездке на английском. Раз в год ты едешь, как собака просто понимаешь все, потому что весь год ты как бы либо слушаешь английскую местами там речь, либо читаешь ее текст. Все понимаешь, а когда вот хочешь сказать, уже начинаются проблемы. Шахматы будут по Варику, спрашивает современный. Я не могу... Нет, я не то, что не могу сказать. Это они постоянно говорили. Я не могу сказать. Ой, такие вообще фейлуны. А, один ли... А, тьфу ты, блин. Гоу-гоу лучше больше не впускать в игру. Да, ну хоть книги есть написал, но и то хорошо. Let me speak from my heart. Something like that. Но главное, что ты все понимаешь. Ну, мне вообще поразило, там же много разных... И там испанцы были, поляки. Там, из Великобритании с товарищем ехал в... Ну, из аэропорта, соответственно, в гостиницу. И был стример... Том... Томс... Ну, короче, у него канал Unit Lost на YouTube. И, соответственно, на Twitch канал. Вот. И он как раз помог мне включиться. Мы там по Overwatch общались достаточно много. Это, в общем-то, общая тема была. Но больше всего мне запомнилось, знаете что? Что он говорит... Ну, он из Великобритании. Не знаю, не помню точнее, откуда именно. Там футбол играл полупрофессионально. Там травмы. В общем, интересный товарищ. Но он говорит Лондон. Понимаете? Лондон. И... А я-то помню, что нас в школе учили Лондон. Ну, по крайней мере, не в британском произношении, а в американском. По этому поводу были споры. Майкер Близзард пиарит. Продался. Близзард, да. У меня игр не делают хороших. Видите? Приходится... Приходится приглашать стримеров для того, чтобы... Угу. Конечно. Поэтому я в который год уже в Warcraft играю. Безграмотный, наверное, попался. Да, безграмотный native speaker. Такой. Лондон. Такой. All right, Лондон. Ааа. Британский английский. Капец. Сейчас Фоги в финал Golden Cup доиграет и придет. Я следил частично за... Угу. Какие-то там странные темы. Рандомная раса, рандомные герои. Ну, видите, уже как бы... Это новый тренд. Это мода. Господи. Вот, кстати, какая сейчас еще есть хорошая РТС с живым комьюнити. А ты не можешь найти... Ну, в смысле, хороших РТС. Старкрафт хороший РТС. Варкрафт хороший РТС. Я уверен, что не от Близзов тоже есть хороший РТС. Но у РТС, как любят говорить, сложные позиции. Даже несмотря на многочисленные упрощения с точки зрения механики во втором Старкрафте, ему крайне сложно завоевать именно массовую аудиторию. Просто потому, что как бы ты не можешь, вот не играя в стратегии, прийти и начать тащить. Старкрафт требует, как и многие другие РТС, регулярного времяпрепровождения, знания билдов, неплохого микроконтроля, ну, хотя бы базу. То есть мы-то с вами, естественно, все чемпионы. Да, но если говорить о широкой аудитории, то гораздо проще вот так вот карту брать и перекладывать ее на стол, чем там... Вот, поэтому со стратегиями всегда будет сложно с РТС, на мой взгляд. Ну, чтобы они были именно массовыми такими, по крайней мере, с точки зрения игроков. Люди не любят напрягаться, к сожалению, ну, в массе, по крайней мере. И хочется, чтобы тебя постоянно хвалили, победы давали слегка... Да, ё-моё! Это уже система, а не совпадение. Так. Вечер Бобры запустил тут фоном твой Фаренгейт, он прекрасен. Я же там всех поубивал просто. Нет? Нет, это Хэви Рейн, кажется, был, где я всех поубивал. Кажется, в Фаренгейте тоже прошелся. Хотя нет, там не так все мрачно. Да, рамочку поменяем. Да, да. Готово. Эй, слышь, иди сюда. Что там такое? Кто-то лагает, альта боится? Красавцы. Просто красавцы. Чемпионы. Левай говорит, что лаги. Да нет, лагов нет. Так, окей. Ребят, собрались. Просто собрались. Зорка нам не выиграть. И так. Так, у меня здесь сколько рабов-то? Четыре-пять. Ребят, давайте. Или шесть. Шесть. Шесть это, говорят, много. Играю в Headhunter, потому что лес еще узнает, где можно было, конечно, сверху, но там тоже лесу не так много. Пришлось бы там подстраивать ламбер милл, поэтому... Вот. Видел от Морозова переозвучка трейлера Warcraft? Нет, кстати, не смотрел. Любопытно. Я видел из последнего видео, это обзор Мантича с... Не помню, как называется выставка. Ну, в общем, в стиле, короче. Мантича. Не так много троллинга, к сожалению. Как в прошлой части, но... Это такая вкусовщина, на самом деле. О-о-о-о, хорошо. Слушайте, а под Headhunter сейчас самое оно зайдет. Трепещите враги. Так, начну я с троллей, потому что их троем, и на них скелет хорошо действует. Ну, он все-таки женатый человек, вот и троллинга меньше. Слушайте, я тут по приезду первое, с чего начал, это жену троллить. Как бы завтракаем. Она говорит, я так скучала от троллинга. Мне прям приятно. Так что, я даже больше скажу. Как бы, если у вас серьезные отношения, без троллинга вообще никак. Вообще никак. Иначе, ну, просто невозможно. Так, ну, здесь у нас Headhunter танкует вместо скелета. Я, пожалуй, его отведу. И рейнджерка со скелетами наконец-то. Так, солидарен, говорит, аспирант. Аспирант, опыт уже есть. Поэтому он тоже может поделиться. Так, давай с мелких начнем здесь опять. Ну, вот а что за привычка-то по троллям пострелять-то, ну? У вас же масса скелетов. Ну, бейте, сколько влезет этих скелетов несчастных. Тролль, подлец. Хотя скелеты уже заканчиваются. Тихо. Тихо. Бей скелета. Слушайте, я думаю, надо мне все-таки сделать грейтный Т2. Потому что сейчас я по борусам немножко просяду. Плюс 5 Headhunter, учитывая рейнджерку. Я думаю, это уже весьма неплохо. Невидимый Страй уже обязательно надо поставить. Эту фигню продаем. Бору возьму, сделаю все-таки. Тут две хилочки, пожалуй. Тереген надо взять на ману. Ну, а чего я пустой? И пойду вот на этих вот мелких товарищей. Потому что там сразу три скелета и выход... О, Фомби, привет. Современный говорит, а я свой НХС подсадил, а теперь краба ставлю. Ох, школа гудгейма. Как много троллей. Я к этому тоже руку приложил. Ну, немножко, так немножко. Прекажите. Прекажите враги. Укажи шею. Хорошо. Надо все в первую группу. Или... А, давай сразу сюда. Короче. Я готова. Давай, давай, давай. И начнем сразу вот с этих вот упырей. Раз, давай, скелеты теперь. Ой, в смысле... Тролли. А теперь надо вот этих вот мочить. Да что ж ты... Вот, вот есть рейнджерка же. Замечательный. Бей ее. Вот, молодец. Вот и ладушки. А сейчас будут вторые скелеты. Ой, как хорошо. Слушай, а давай-ка попробуем еще один Бору поставить. Потом мелкого тролля. Тут чуть назад. Сейчас, может, даже вторую точку захватим. Понятно, что нет экспанда, но выбирая между подобного рода криппингом и экспандом, вы знаете, я выбираю криппинг. Только надо сейчас еще чуть-чуть замазать троллей. Чуть-чуть замазать себя. Что, возможно, это последняя вообще замазка в моей жизни. Тан-тара-тан-тан-тара. Сразу будем бить или не сразу? Не, не сразу. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ну понятно, короче. Тут у нас образовался персональный фанат. С никнеймом Майкер на дне. Ну это хвост. Он что-то контролит за чем-то непонятно. Ну этот подлец мне, к сожалению, помешает просто сейчас. Помешает мне поставить. Во-во-во-во-во-во, алхимик тут. Как, ребят, давайте-ка в норы. Я готова. Ой, нычка не устроится. Да, я ее, к сожалению, не убью. Давайте я в глаз тогда. Есть у тебя мана? Есть мана, да? Нет, нельзя. Ну, в смысле, уже был риск. Пацаны возвращаются. Я телепортируюсь, делаю грейд. У меня минус два хэдхантера, к сожалению. Я замазываюсь. Надо еще этих замазывать. О-о-о! Слушай! Ну вот как вовремя ты пришел. Слушай, у меня дело есть к тебе. Только надо как-то взять... Давай вот сюда попробуем сбегать. Ой-ой-ой-ой. Таурен, Таурен, здоровый Таурен. Здоровенный! Ох! Так, а давай-ка вот так вот. Не, беги-беги-беги-беги-беги-беги-беги! Умрет же рейнджика. Умерла же. А что я делаю? Кто-нибудь знает, вообще? Я вот просто не знаю, что делаю. Не нравится мне это все. За племя! Что прикажете? Что приказали? Нет. Ну нет! Ну что у тебя руки такие кривые? Это Михаил. Сейчас вторая прикопка будет. Я готов. Этот уйдет. Хоть девайс возьми. Ну понятно. Они не пройдут. Ладно, девайс не возьмешь, но этот хоть добил. Короче, я все потерял вообще. Вообще все потерял. Экспанды нет. Ни хрена нет. Ничего нет. Надо пытаться воскрешаться. Надо пытаться как-то отбиваться. При этом при всем... Хэтхантеров нет. А тут уже нифига себе. Да, вот так вот. Какие там у нас вообще планы на жизнь? Можно вот так вот, ребят? Давай потихонечку. Нормалак. Мне кажется, тут половина смурфа вообще сидит. Подлецов. Все контролят. Непонятно как-то это даже. Вообще непонятно. А, виверный? Это вообще номер. А можно все-таки починить там, нет? Ну, как бы тут... Отлично. Ну, что-то не очень мне нравится. Сложившаяся ситуация. Давай бетон, может, сделаем. Я готова. Рада помочь. Ага. Я готова. Ну, хрень выходит. Рада помочь. Ребят, возвращайтесь. Раз, два, три, четыре, пять. Сюда. Сейчас надо что сделать? Надо сделать, типа, базу. На какие шиши сделать базу? Непонятно. О, тут у него сражение. Хорошо, значит, мне нужен... Он же умирает. Да ладно, попробуем. Попробуем, попробуем. Хреново, конечно. Шредера нет, ничего нет. В общем, поиграл, называется, в Овервотч. У Близзов. Вот, давай один стан поставим. Так, давай берсерковь сделаем. Тут достаточно... Да, тут нормально все. Это отлично. Третий герой? Третий герой. Нет, не третий герой. Во-первых, у нас нет... Ничкин. Во-вторых, у нас нет Боруссен. В-третьих, у нас вообще ничего нет. Начнем с этого. Нам нужна база. Как можно быстрее начать добычу. Вроде как лес нужен, правда ведь? Вроде нужен. Что-то у меня с лимитом беда тоже, да? И с экономикой беда, и с лимитом беда. Так, давай здесь пару рабов. Я думаю, надо сидеть и улыбаться просто. Тихо сидеть себе и улыбаться, как сумасшедший. Запись, да, запись идет. Запись, к сожалению, идет. Еще три раба. Хочу здесь вардик еще поставить. Ну, сейчас потихонечку. Поставим варды. Вообще, возможно, шедеры надо купить. Сейчас вместо тех же самых пары рабов, если он здесь есть, он здесь есть, я лучше отменю здесь пару рабов. Возьмем шедеры, переведу шедеры и возьму рабов. Вижу, что ко мне там идут. Скорее всего. Виверный, да? Мне только берсерками сейчас можно отбиваться. 4-1, да? 4-1. Фиговенько! Бору, пожалуйста. Очень, очень, не очень. Хотя он там, видимо, занят еще. Да, и хэдхантеры тоже неплохие воины. Здесь Бору не хватает против Харасом, например. Не хватает следующего героя, не хватает бом-бом, не хватает еще одного рабочего, потому что строительство нужно как-никак. Не хватает бестиария, но на него лес нужен. А сейчас рабочий, который освободиться, сделает... Так, значит, героя сейчас на соточку, да, когда придет? Ты сразу сюда идешь? Где там? Давай, скорее, тащи! Тащи, тащи, притаскивай. Хотя бы 50 должен быть. Хотя бы 50. Не. Не. Телепорт еще нужен. Арбум можно приобрести, кстати. Пиццу привезли. Че надо, хозяин? Нужна древесина. Нужна древесина. Золчин будет отнушал. Нужна древесина. Нужна древесина. С удовольствием. Птихонечку делаю, не выходя из лимита. Я вижу, что мне особо пока никто не угрожает. Пойду разведочку еще сделаю и попробуем вместо... Зря я Хархантера одного сделал. Надо было от них потихонечку уже отказываться. Ну, там добавлять бестиарии. Уху! Интересно. Очень интересно. Герой, мягко говоря, неплохие. Хила маловато, но для орка, в общем-то, как бы... Не так уж и плохо. Это выход из лимита. Что-нибудь инфернальчик бы купить. Так, давайте я сделаю одного шамана. Здесь поставим ларды. Ой, не заметил. Такой невнимательный вообще. Ух ты! Хуй! Хуй! Слушаюсь и повинуюсь. Ой! Я заканчиваю. Прикажешь. Ой! Да, шадочка. Книга знаний. Да, шадочка. Черт. Наш герою у меня отрожили огня. Талвард стоял. Рада помочь. Где брат? Надо выходить, типа, из лимита пытаться. Укажи цель. Блин, так потерял, жалко его. Очень жалко. Выходим из лимита или не выходим? Думаю, нет. Морозов ливнул. Не выходим пока из лимита. Я лучше подготовлюсь. Зачем полез, мог бы ты риджи. В смысле, там вард стоял, меня видел. Я даже не успел ударить под виндвоком. Ну, то есть, уже меня били, когда я ударил. Зачем полез? Так, переводим шредера сюда. Блин, вот это вот, конечно, товарищ соблазнительный очень. Очень соблазнительный. Хороший выбор. Но пока у меня нет... Пока у меня нет... Опа, вардик надо поставить. Рада помочь. Ну, у него как таковой армии нет. Батки, да? Ладно, давай батку. Так, и два саха. Ой, два шамана. Укажи цель. Окей. Ну, он больше всего, мне кажется, уязвим. А во время сражения, ну, сайленс, во-первых, да? Во-вторых, стомп. Варды, варды. Сейчас бладласт еще. Ой, не-не-не-не-нет, нет-нет. Пожалуйста, нет. Кадой выходит. Это очень хорошо. У него лимит такой, который, ну, просто убивается. А, он в центр выходит. Понятно все. Все, я пошел. Укажи цель. Где враг? Ну, давай-давай. Не хочет. Но у него строятся вышки. Их бы все-таки отменить. Этого взорвать. Пум-пум-пум. Тут сразу раз. Давай, раз, два. Ну, давай, давай, взрывайся. Да, лучше виверн, если здесь такая возможность. А, и тут идет этот. Второй. У него герой получше, значительно лучше. Плюс диспольщики есть эти. Надо сделать ему такой гамбургер. Ну. Укажи цель. У меня. Рада помочь. Кого убить. Убить. Слух, спасли. Да. Прикажите. 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 Чего? Чего? Я готов. ну вообще ничего не вижу и сайланс не сделал короче телепортируйтесь отсюда и он тоже телепортируется на туре на я скорее всего потеряю и он не уследил за этим моментом короче мне нужно во первых туре на точно прям точно туре нужно тп нужно взять кодой ок ну немножко получил экспоинт чего там половина того половина всего я бы сбегал бы в центр на предмет как раз ресторейшна всяких тут повзрываться надо конечно же сделать еще пару спирит тауренов тауреном отрегенить манку просто взрываемся вот в этом виверном ой ой плохо блэйд еле ушел а еле ушел пара баток чисто ради экспы на самом деле ну чисто ради опа вот и ради экспы и случилось да он рядом там своими батками так мне нужны таурены да вроде как таурен нужен пытаться ловить его баток это сложно конечно а у того чистая земля о хорошо 1 и 2 иллюзия отлично слишком палевно это конечно было надо было насторожиться мне и служитель предков только давай еще одного сделаем так а здесь что 623 фигово фигово все весьма фигово делаем вот так вот делаем вот так вот но аккуратненько короче аккуратненько т.п. опять же надо купить правильно без т.п. вообще фигу фигу он одеть что поле это такая халява такая халява о это настоящий а не сидел ли он там вообще слева товарищ с фаерлордом никакой китар чит ряды что такое так парочку этих дел да наверное не стоит больше парочку баток сделаем мне экспо нужно понимаете с героями но не прокачанными это конечно печаль к печаль к печаль к попробую найти этого эльфа мне кажется налево пошел неплохой повод вот он вот он вот он вообще он медведя не превращает понимаете такая вообще халява ребят только надо аккуратненько все это один кажись выходит подлец но ты думаешь что с этим делать я думаю отменяет надо проститься и этого добивать ну потому что как бы да пятая рейнджер к вот уже лучше если то пофиг у нас есть товарищ который значительно слабее понимаете и на нем надо отжираться причем надо делать там пилоч всякий ставить базу сразу же здесь гггг так он ливнул тут у меня проблема с этими с со вторым андет какой сон бобра да вот против него нужно побольше баток сделать вообще хорошо было бы вернуться закупить ну по 3 генеть ману закупить шахту пойти поставить эту базу слева одну вторую ванна закупить первую очередь у ренка который практически четвертый блэйдом бежать естественно в центр над было постоянно раз но хотя денег не особо много поэтому постоянно я там не побегал никак так регенчик здесь что здесь все да опять опять окучили центре всем как я давно не играл warcraft вообще так так прям чувствуется ощущается физически ощущается торможение по полной программе так как так торможу им батки нужны и да для того чтобы сейчас вот товарищ который слева с вермом каким-то непонятным еще с чем-то так а здесь 11 эмпиризм лучше базу ставить с одной стороны с одной стороны на мэне хоть и меньше бабла но зато опачки а ну-ка давай-ка посмотрим а варды не 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 судьба поставить турен 4 базу здесь пилим можно грабим blood last отменяем главное не забыть вернуть его тут добавляем great на защиту great на атаку здесь 3 800 да не не надо вот он за сзади подходит с гулями непонятными вырываемся стомпы всякие в часы будет и раздраканиваем его владласта нет забыл включить там за козмодан просто работает вот он как раз немножко мешает да а в остальном вообще все отлично огромное количество экспы всех костров не убивал меня гад ой он сейчас может да он мог слепортироваться если б я короче неважно в общем никого не потерял кроме кастеров и собственно баток сейчас доделается магазин еще одну шахту потом налево идем его добиваем да да таурен 5 ботинки например да ну где ботин везде еще закупим здесь так здесь так не давай нычку поставим пока у нас там шопинг все дела ты ведешь сюда ты идешь сюда покупаешь здесь ты покупаешь тут берёшь себе ботинки свиток там сер клетку ты ждешь когда будет здесь что то есть здесь опять куда ни глянь везде И везде что-то Какие-то лимиты Дикие Тут надо было, конечно, пограбить Я ничего не успеваю Ну хотя бы сейчас экономика будет Ну какая-то, да? Хотя бы какая-то экономика Давай, давай И заказываем Так лишний рабочий, во-первых ВД делаются Здесь делаем еще раз, два Три Покупаем ботинки и рейнджерки Почти откатились, кстати Тут еще пионы И еще пионы Две штучки хватит Поехали Скорее всего, там у него будут вермы С акцентом, да? Так, а тут орд нападает Он планирует нападение, да? Очень странный у него, конечно, лимит Ну может, он и не пойдет Но я бы не пошел на его место Батки мне, конечно, в этой ситуации Совсем не помогают Мне бы скорее диспол надо сделать Было Убиваем у андеда базу Помним, что есть чарм Можно и нужно переманивать Ценных юнитов Типа вермо Так, давай сеточку Давай еще армор сделаем О, играет на атаку Давай Мне кажется, там по центру Хотя там два орка Они могут и Поссориться А, ну ясно Магистры йода тут Тут его уже убивают Танки, все дела Ничего себе Так, а ну-ка, ребят Отстреливаемся Надо его добить тогда Да-да Ребят, давайте, давайте А, инвол О, все, умер Я хочу Блэдмастера оставить Чтобы он научился на этом Эмке пятому левелу Я хочу побольше продакшн Особенно антиэйровского Потому что Таурен вроде как А, тут вот даже так Это новость Да О, пятый левел Блэд Побежал Ну смотрите Есть уже неплохая такая армия Правда, Баткин непонятно зачем Тут рабочий лишний Наверное, здесь надо потихоньку Выстраивать Опачки Магистр Йода Ой-ой-ой-ой-ой И тут он Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй Может не стоит лезть Да ладно, Михаил Ты не ты, когда не лезешь Ой, сейчас будет телепорт Крифоны У него очень слабенькие герои И это, конечно, возможность Минус, короче, один уже Минус второй Короче Забыл сказать Да уж Арда победит Ой, и тайминг пошел Ой, тайминг пошел Как я вас люблю, блин разведка не какая разведка я просто как бы майкер там чё атакует кого-то я пойду в атаку кто там как тебе норма лак понятны с мурфиком запахло капец как вы меня бесите как вы меня бесите давай таурена переманю хотя бы одного когда таурен увалить и тяжело ребят кодой кодой в бой защищайте кодой защищаете кодой защищаете кодой на мк 6 это вариант так защищайте кодой не кодой это чушь уже сейчас уже я их делал только для того чтобы пережить этот момент естественно тут пошли танки тут три косаря тут к сожалению а тут уже все понятно здесь сюда тут сюда еще кодой убиваем то время на 1 хотя нет урен не надо делать скорее всего не надо да красавчик красавчик магистра йода от чего правильно так и надо нужен магаз кстати да я знал в общем то это такая глобальная проблема русов нет еще подымает уренов да у меня там только один то урен хотя поднять то можно было вот так логова не хватает какое дело там мертвому таурену где там логово не построено так смотрите мне нужна вот эта вот база потому что явно мне нужно сначала этого урка убить а потом уже на магистра йоду лезть поэтому вот эти вот пять рабов пойдут вот сюда вот мне нужен магаз мне нужно восстанавливать ману ой 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 да печаль к печаль к печаль к печаль к такое тоже бывает бывает но такого быть не должно 270 отлично хочу тп хочу манки хочу поднять тауреном давай нет больше вашего таурена ха 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 так тогда у рейнджика выходи давай родная так давай так давай так ну конечно 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 теперь нам нужен типа барак чтобы это все ломать блин потому что по-другому никак не можно конечно с тауренами как-то лучше пару бараков добавить я понимаю что инкома нет что игра потеряна все плохо но выбора нет рабочие пойдут на амбразуру что это поехали ой магистра йода нападает нет стой стой иди-ка сюда а инфернал конечно же конечно же инфернал там еще орг да это прикольно 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 надо принимать этого пытаться очень интересно ну как то как то вот так вот как то так тут еще панда с ультой вас можно было и шторм хотя бы как-то там ускорить процесс ой 2 приходит твой красавцы красавцы какие молодцы молодцы какие малин по одному нихрена не могут смысл да мы пытаемся что пытаться не выходит аленький цветочек ой и это все еще бьет наверху ой 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 и с телепортом ну конечно с телепортом конечно палочном где тоже стоп немножко под тормозили под тормозим моего но если так там первый диван там первый диван как вы меня бесите а ну ёшки матрешки ну прикол там фокус хорошим и хил у меня нет красавцы так мне 50 лимита да нужен хил варт нужно как-то штурмовать эту хрень есть таурен блин хоть бору состроим да куда ты граунд атака же ты чего вообще красавчик я не могу штурмовать сейчас то есть я могу но не могу я должен делать хил должен вводить рабов должен делать пару катапульта щен так блэд шторм нет катапульты на катапульты нет тут и ну понятно что можно сделать эту базу надо брать причем с минимальным количеством так вы грабьте эти блин ты такой вообще не очень я в шоке от тебя кто так делает ингул прожимай так ладно таурена переманиваем хотя он прикапывать будет но пофиг все равно это нужно сайленс тогда а и там этот подошел назад такой наглец ладно хорошо есть две катапульты уже хорошо я то его одного-то убью главное чтобы других чемпионов не было таким пошел дальше раз два три четыре пять о там кажись веселуха у него стопа у меня есть магазин то вообще кажется нет магазин так хорошо ты вот так вот чарм есть его там второй орг убивает то есть мне еще задача будет с этим орган посражаться сейчас посмотрим что у него я по уровня героя по крайней мере его уже догнал там вроде не вижу серьезный серьезные армии надо сразу готовится к блин я строил магазин там инфернал убил магаз мне нужен магазин ладно поехали нет режь-режь-режь ну блин у меня т.п. ой зарезал все равно слушай но это как-то ты не очень не очень хорошо а и сверху это подошел класс туврент седьмой да плохо да рейнджика там никакая зря я так полез откровенно во первых я рейнджерку вряд ли смогу хотя если этого остановить а а портируется как где враг что надо помочь да заведите трепещите враги иду я готов укажи цель без промедления иду что прикажете что прикажете я готов ну давай давай бей его хорош и резаем у него есть ли порт я сгорю что ли а тут еще один пришел это третий слева все вроде отыграли что я могу нет я могу еще сделать попытаться восстановить героев без алтаря ну а рабочий есть в общем то можно попробовать пограбить что ты тут пограбишь то ну хотя бы одного рейдера сделаем я готов блин вот полез вот сюда вот на еще одного орка потом этот сзади и вот в конечном счете добил еще я готов левый хуман я готов а это вот нет 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 это он и есть это его панда была короче надо попробовать надо попробовать надо попробовать как-то восстановить героев понятно что нужно как-то грабить но он магазин минус а нет не магазин что-то другое минус ну жалко на жалко очень жаль ну я на самом деле сам естественно как всегда виноват потому что мне надо было спокойно брать вот эту вот базу а не лезть налево лезть вот на эту частную стеночку запаса по ресурсам не было и собственно как следствие я я отдал там часть лимита отбился от орка но и даже на следующую атаку хватало по центру но нет так ну здесь грабеж типа идет там уже откатилась кстати я лучше бить ой там еще батка под под подозначивает да не успеет мне рейнджер к выйти ой и ах это другое тоже орк который справа жалко жалко чем было дредлорды бить дредлорд как раз тут ничего не может сделать так а что я могу вообще что я могу грабить нечего грабить а что прикажете говори лучше могу быть полезен что не нужно тут тоже пусто тут может что-то найти а ну и тут еще следующий гг леваем пацаны ой причем я проиграл не от руки тех кто ниже пает ну в смысле вот один вот второй вот третий короче всем добрый вечер сегодня фуфа первая трансляция за достаточно промежуточной такой достаточно большой паузы турели сержки активировал прем автостопом активировал прем с возвращением пишет мазда и спасибо спасибо крест говорит можно слот да дрался как лев ну фиг знает извините за вопрос будет ли комментировать отца варкрафт 3 не уверен где-то два дня назад пришло писемо от организаторов что извините мы не сможем вас перевести на мероприятие поэтому для меня это будет очередной онлайновый турнир который я как правило ну хотя там вроде наши вроде хавку прошел посмотрим не буду обещать посмотрю ближе к началу турнира герои действительно были шикарные хорошо хоть удалось там на левом товарищи а потом на следующем немножко их прокачать ну хотя бы до ультимейтов но опять же повторюсь главная ошибка была в том что я полез на этого хумена не имея центральной базы то есть логично мне надо было занимать центральную базу вот у того орка который после того как я на хумена напал хумена побил то есть убил у него одного героя второго он там танки начал разводить вы помните потом стелепортировался соответственно на к себе на мейн отбился от этого орка продолжил его штурмовать и даже добил бы если бы блин не не второй потом и третий так не делаются дела а купил уже x-ком 2 нет но я видел что есть предзаказ недалеко с версиями смотрел обновленное видео сон бобра давайте попробуем к этому товарищу зайти нет там товарищ который первую игру создал и вторую соответственно он мне не очень нравится тем что ну как вы видите у него никнейм без уважения понимаете к сидинам моим во вторых он сказал в начале этой игры типа мне надо отойти семеро одного не ждут ну и скорее всего это смурф чей то то есть скорее всего забаненного товарища а почему органе смогли финансовый затратный для них мог я не знаю обычно такие вопросы не выясняются то есть раньше они говорили что да привезем мы чуть ли не запустили процесс с визами мы же не там готовила сложную схему чтобы с передачей документов можно было без нас податься но всякое бывает чего написали хорошо хоть написали ты создаешь то что делаешь это без уважения конечно ну вот это не дело причем я знаю это скорее всего кто-то шкодит то есть можно даже если постараться составить список там из десяти никнеймов которые могли так накосячить вот но почему не хвостишь сам потому что не могу разобраться с микротиком с настройка переброс портов покопался там где-то минут сорок разок и больше не брался там не так просто как на дефолтных модемах ждем следующего хоста всем добрый вечер хорошего настроения ты часть русского варкрафта ты не можешь не комментировать такое событие поспорим в наше то время миша нет лучше меня могут сделать и хавк и фоги и морозов тоже юморной очень за микротик респект ос ну да микротик у тебя скажу какой-то дефолт на самом деле там сам то роутер вообще шикар шикарен просто шикарен с такими возможностями по настройке но для типовых вещей у меня знаний не хватает дорода 951 дан был опять косячит да не говорите то есть есть список хостов которые вроде как авторизованы авторизированы имеет лицензию и соответствующие мне можно с вами турели создавая тоже вроде создавать можешь там создали говорит что посмотрим месть бобра в него тут сюда не заходятся на мануал по портам ох спасибо большое ссылочка на хабр нет это статью не смотрел окей нет не могу говорят гейм-нэйм гг опсек так заходим вот только сейчас появилась у меня в списке она захожу кто интересно за и кикнули сразу же кредитованы да 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 мест свободных нет с ума с этим так снежок крео кастрюля как хэнд бай там еще просил крест слот слот фор крест полозы там турели еще хотел фоги не кикай плюс фоги да сержки поддержал канал на сумму 500 рублей как ты считаешь кто выиграет в царе я даже не знаю состав участников так фоги че не кикай фоги полозе ты чего это же фоги я в шоке что за хвост такой что за подвесом и пошли не знаем я посмотрим но ради все ровно сейчас для креста еще сделаем слот это он старый знакомый да все по знакомству не честно абсолютно не честно все куплено специально слабых игроков в игру пускаем чтобы бобру было не так тяжело выигрывать я так считаю я тролль да я тролль ай да я и да я а и без зрителей создал гоу thanks лаги жуткий говорит лагает дропов от меня нет сейчас напишу метод не ждут естественно и чем не ждать все готовы были я написал в конфу будем будем ждать респ великолепный лучший респ в моей жизни так они ждут вален да что ж такое почему 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 всегда в мою смену капец где вообще ильдар все написал отлично ссорим ссори говым да разбирается уже отфоги хотя бы надо г ну ладно гуля стоит да гуля стоит лесный добывая да я просто в один монитор смотрю там альта боюсь и очень невнимательный из-за этого так 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 один зигурат будет все защищать можно даже 2 сделать поближе на это совсем будет какая-то жесть и одного я думаю хватит с нерубкой чтобы первую точку выманить и чтобы 2 скорее уж а хотя почему нет да можем жить дальше двигаться вопрос только зачем двигаться дальше так кто услышал сообщение с напишите пацанам чатики что уже разбираются что не обязательно писать в чатике что лагает там уже от этого лучше не будет уже в курсе проблемы уже знает в чем проблема уже решает так так ладно спасибо большое увидел что дошел сигнал 2 гули 3 делается да на премии все вообще класс вот этот этого фразы я ждал ради этого и делал сон постройка завершена зигурат бы запилить и все-таки я сделаю его ближе к входу исполнится тут билд с не совсем raising star активировал премиум на канал соответственно он не хочет смотреть с лагами он лучше потратит эти 79 рублей получит мега качество рекламу точнее отсутствие рекламы анимированные нет специальные смайлики вот хреново то что я со вторым зигуратом такой вот билд выбрал магазин можно было ставить и позже спокойно абсолютно давай выходим хихом паладин зон деда да да так и живем так и живем постройка завершена и чё делать все равно хилочку придется делать на второго героя ну первым конечно диван можно взять и все и прожимать его по кд это круто сейчас вторую точку заберем книжка тематической интересные очень как хорошо же скелеты а танкует я прям рад до хилка но я понимаю что полезнее чисто сейчас ситуативно было заказать ауру не лишняя она была но на третьем т-левеле я не смогу взять второй хилл который мне может понадобиться на 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 да иду сейчас быстренько с гулями закрепим возьмем еще скелет поставим следовая с чистой совестью на свободу а готова работаем за гульками внимательным а нет 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 так только вы к такой вот так вот ой как я обманул троллята видели вообще это было очень хорошо аркадника так но никого не потерял в результате как второй хилл пожалуйста труша таура что тоже весьма неплохо некрополь потому что нужен зигурат можно еще сделать и наверное даже нужно его сделать дальше пойдем на магазин и и далее второй хилл кому это второй хилл в надежде на второго героя живого ну и собственно против вражеских андедовских героев это же это же логично мы же не в первый раз с вами за паладина за андедов играем не поражаете конечно иногда все же вы знаете все же вы умеете странные вопросы задаете мне выпадет блэйдмастер просто час отлично телепортируйся отлично а это криво был ничего себе короче я пришел стырил два девайса добил тролля просто по-царски ворвался разуплотнил можно сказать единственный минус пока что в том что слотов нет мне надевайся бедный я несчастный слотов надевайся не хватает сирота да так я хочу я хочу ничего не хочу до 2 хочу построить было арча стала до скелета всегда поражали конечно эти моменты как из одного трупа можно два скелета не ясно но как-то говорят можно так тут так тут так палочка молодец смотрите он уже почти четвертого левого тут уже и аура пошла вторая тут еще пара рабов жалко девайса нет но экспы прям так ух насобирал насобирал шедра нет все я пешкарусом возвращаюсь домой здесь больше нечего ловить что еще надеемся на второго героя живого ой да ладно не надо не надо не нет 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 успокойся успокойся не надо крестом ой крест чего делаешь о два паладина вот есть кому лечить кого кому кого два паладина за андета успех так а есть шедер есть шедер беру да ну брось просто просто забей просто напросто шедер начинает добывать сейчас мы сделаем грейд на следующий тир закажем здесь обсидианочку тут закопаемся я хочу живого третьего героя типа блэйда демона хантера или сахи или патмы патма была чтобы просто делаешь ультуете с тобой ничего не никто сделать не может так надо использовать дирижабли для того чтобы понять вообще где кто и кого убивать в первую очередь а убивать я уже как будет тут настроиваюсь надо гулей сдать что тут у нас хэнди бай хэнд бай точнее шелгрейд на следующий тир у него архмак арчи так здесь одна обсидианка пусть на хил архмак третий кстати третий всего лишь а дека пойдем этих тролли заберем придем и тролли заберем у него панда какие-то непонятные протекторы вообще отлично я считаю прям очень хорошо еще пара зигуратов на защиту на будущее можно передать одному паладину сейчас девайсов можно делать грейд на атаку вот хорошо как жезл иллюзи кстати для пуша может и пригодится вполне себе не четок девайс сейчас посмотрим второго мне кажется там а где дирижабль то я его посылал так после т3 соответственно сразу берем арбу сразу берем третьего героя тут андет уже сложнее кастрюля еще к тому же можно дробчиком и сделать гулей там сдать почему нет так стележки дать стележки давай еще одну нерубку здесь запрыгиваем не все поместятся но ну да ладно кто так строит вообще он сам ко мне пришел понимаете ладно очень странный молодой человек очень странный и это как бы добавляет добавляет мне мотивации его убить ну потому что какого хрена он вот с таким вот лимитом приходит ко мне ко мне он приходит и делает это без уважения делает истрад играет на него второй играет на атаку и опять приходит да ты вообще ничего не боится он наверное не знает что я его собираюсь сам убивать у него кажись другие вообще планы очень странный товарищ очень как так я за арбой хотел скоро выйдет живой герой здесь делаем так здесь делаем так здесь естественно околиты забытые мной тут я беру арбу пойдем сейчас уже пойдем живой герой сейчас самое главное здоровый живой такой герой выйдет вы увидите сейчас вот я говорил архмак вообще не живой но но представляете сколько маны будет архмак неубиваемый третья аура ой я даже ауру возьму пожалуй архмак неубиваемый арбу сразу архмак надо из него дпсера делать без шуток архмак дпс ой что будет часа что будет ну туда у него да помним про закопочку про помним про да очень странный он повторюсь еще разок очень странный с дриадами против финдов это это очень 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 неверно как по мне делать great делать сразу ой можно же кастер вообще еще сходить сходить в кастеров в кастеров реально можно сходить почему нет шикарный же взять и сходить и всю мне никто ничего не скажет вообще никто ничего не скажет ой как классно так ладно сразу сюда колитв пожалуй ест постройка завершена ну ловим тут понемножку он чинит конечно да конечно да очень непонятный товарищ теряет шредерок увы архмаг естественно с элементалем химеры ахтунг ребята химера ща убьет щас убьет реально давай-ка сделаем вот так вот тут пятый паладин демотивирующий nexus делаем так не расслабляемся на же фоге противник да и он ливнул хорошо 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 убиваем третий палат 2 хилл здесь соответственно делаем наверно для начала скелетов даже тебе за ботинками с аура эмо нужна табуретка только на хп не не нужно они друг друга дополняет великолепно у тебя будет не третья аура а пятое с половиной как это как это пятое очень просто мы считали мы знаем только ну такой молодец хотел лишить меня дополнительного монорегена надо надо не забывать что грейды рейнджовые они действуют на многие вещи здесь поставим базу да поставим да еще одну шахту арбу передавай ой арба не у архмага ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Потом скоро не будет хватать на это лимита. И сделать, наверное, еще один Слутер Хаус. Как минимум один. Ну, первое время, конечно, будет хватать. Древесины не хватает. Это при живом-то Шреддере. Переведем поближе, чтобы сбор был повеселее. Архмага здесь я хотя бы до третьего докачаю. Нужны шейды, нужны массовые телепорты, нужны... Главное, не агрить слишком много народу. Просто идти убивать потихонечку. Все, поехали, поехали. Скоро притаранит Шреддер лесом. Вот он, лес. Как знал, как знал. Пойдем по часовой стрелке. Сделаем еще шейду одну, шейду вторую. Грейды здесь сделаются. Третий Грейд на атаку готов. Теоретически можно попытаться пойти центру закрепить. Если, конечно, он еще не закреплен. Два сапога пары у паладина. Передаем. Продаем. Покупаем. Побежали. Грейд на армор, да? Да. Тележку бы одну сделать. Но такая мобильность никакая. И без того. А, тут у эльфа барак еще был. Так, смотрим. Тут свеженькие трупы. Добито все. Битый финт. Собимаска. Собимаски еще не хватало. Так, ладно, давай к следующему. На дурку просто будем идти. Ой-ой-ой, кто? Кто-кто? Главное, чтобы не фоги. Крео, нормально. Фоги нормально. Ой, в смысле, не фоги. Ну и сливаем тут, естественно, паладинов. Моё сердце жаждет лифой. Жду прихоза. Но самая моб, не леветный страх. Мертвые штуки. А чем вы против, не леветный страх? Мемлю ваше слава. Моё сердце жаждет лифой. Диван. А чем вы просто летели? Заре пацаны подходит. Слушайте, мне не нравится эта штука. Ну, честное слово, не нравится. Ну, просто не нравится. Я не знаю, я сражаюсь, мне это не нравится. Противоречивые чувства. Ну, хотя тут пирсинга много на самом деле. Сейчас виверн можно просто пофокусить. Пока он там думает. Моё сердце жаждет лифой. А, это фугич был. Ничего себе. Замазывается еще. Вы видали? Так, а здесь масса гипосов, судя по всему. Или фейридрагонов, скорее, он строит даже. Мне нужно сделать одну обсидианку. Нужно набрать себе трубчанских. Нужно сделать еще парочку. Резурект еще могут появиться скоро. На эльфу не хочется лезть, если честно. Я бы лучше на андеда полез. Нужен хороший... Да как так-то, ребята? Вы что? Что за точки сбора такие... Фиговые. Пару баньши бы еще запилить. Короче, сплошные проблемы, ребят. Ну как так-то? Сплошные. Фугич тут. Ну ничего себе. Поставил он. Глазастый. Где-то четыре тележки нужно для полного счастья. Наверное, трех даже хватит. Ну что у нас тут? Ё-моё. Гаргим. Слушайте, хотят. На самом деле, на самом деле, вообще пофиг должно быть. Ой, нет-нет-нет. Под дождем, конечно, не хочется. Так вот. Раз, два, поехали. Трис. Выгружай, выгружай, выгружай. Где эти? Работаем. Причем, надо заранее было это делать все, конечно же. Да, Архмага, убей, конечно. Убей его полностью. Два паладина, передаю тебе привет. Там, к сожалению, к великому сожалению, у нее достаточно много дистров. И с этим фактом очень сложно бороться. Ну, то есть они нереально плотные. Надо убивать дестройеров, в первую очередь. Архмаг следующего левела. И давить, 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 давить. Да, да, да. Давай, раз, два, три, четыре. Закопайся, закопайся. Аккуратненько, аккуратненько. Я вот зря так лезу. Хотя, 80 лимита, вроде Окса. Не знаю. Да и давим мы его потихоньку. Да, не хватает немного. О, я же рейнджику могу убивать. Просто раз, два. Ага-га. Отлично. Вот, вот и все. Там варден еще какая-то неясная. Есть резурект. Кстати, резурект. А, ну резурект... Зачем резурект, если всегда трупы в расход идут? Ну, то есть у меня не остается... Зря я резурект вообще взял. Так, едем дальше. Перебор с мидвеганами. Увы. Делаю дальше грейды. И он эвакуируется. Не, не эвакуируется. Он будет сражаться. Бьем. Пара обсидианок. Паладин с третьим лечением. Второй, пятый паладин. Можно попробовать вообще... Какая там... Какая конфа мобильной разработки? Что за звонки? Смайл, мы тебя в игру не пустим. Там Смайл говорит, я качаю варик. Он говорил, что никогда больше не будет поиграть. И сдал. Сдал, сдал, сдал. Ну как так, Смайл? Ну... Ты же... Ты же... Ты же... Обещал. Как тебе не стыдно, а? Как тебе не стыдно, скажи. Так, ну ясно. Харас пошел. Хорошо бы посмотреть его... Где у него базы остались. То есть просто сбегать там на ту же самую центральную базу. Я на самом деле все равно быстрее его убиваю. Быстрее его базы убиваю, чем он мне. Жалко, конечно, что... Видите. Вот, но он явно куда-то уходит. Устанавливает, типа, склеп. Архмаг побежал за Шредером. И я полагаю, надо... Во-первых, Архмагу брать третью ауру. Это ясно. А второе, это... Не давать разбежаться рабам. Да, у него здесь база. Понятненько. Ну, значит, туда мы дальше и пойдем, собственно. Учитывая то, что у нас Митвегана с вами есть, мы реально его убиваем быстрее, чем он нас. Лечим, не даем Акалитам уйти. Идем наверх. Да, он убивает мне еще две добывающие базы на халяву. Но его надо мочить, ребят. Его надо просто мочить. Проверю еще левую. Он мог своего соседа уничтожить. Уничтожил, но нычку не занял. Он телепортируется. Хорошо. То есть я могу поставить здесь нычку. Вот сейчас самая главная проблема в том, что мне нужно сейчас убить его многочисленных Дестройеров. Он реально успел этих самых Дестройеров отстроить. Ой, вот это плохо. Это сало пришло. Раз, два. И он давит. Ну, в смысле... Хотя нет. Все нормально. Я давлю. Я ловлю. Дестройеры падают. Пал еще пал! А вот это очень плохо. Плюс у него еще... Ой... И там сверху еще один приходит. Нельзя, 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 ребят. Нельзя. Надо быстро к таверне поднимать паладина. Там справа то ли фоги, то ли еще... Я не увидел на самом деле, кто там. Восстанавливаемся. В таверне или не в таверне? Да в таверне лучше. Тем более рядом с таверной. Он очень быстро восстановит жизнь и ману под архмагом. Нужны мне некрасы. И, к сожалению, нужно пара финдов. И нужно еще подлечиться. Так, восстановили. И закончилась база. Попробуем сходить вот на эту его базу. Возможно, стоит сейчас как раз поставить нычку по центру. И не торопиться с выводами. Не лезть раньше положенного срока. Шреддер сачкует. Так, давай-ка мы починим здесь. Действительно. Финды как раз вот против дистрок нужны. Потому что... Ну а иначе как убивать? Здесь все еще есть шейда. Я пойду лучше вот так вот на патруле похожу шейдой. Пойду за... Поставлю здесь базу. Мне кажется, тут эльф уже стоит. Он вполне это может себе позволить. Да, Крео, пожалуйста. Ну вот. А мне эта база... Ой, как нужно. Центральная вот эта вот. Очень странный, конечно. А, не, не странный. Блин. Че же такое делают-то, а? Опять. Блин, диван! Капец. Ой, твою налево. Опять нужно восстанавливать палочин. И опять фокус дикий. Просто дикий. Попробую резуректнуть. Вот тут осталось достаточно мало всего. А чем вы просим, я бы вас... Да, нормально все. А чем вы просим, мне неведом страх? Ненормально, но... Но жить можно. Мне неведом страх. Уходим. Вот. Сейчас крайне важно... Мое сердце жаждет битвы. Пока сломали. Реабилитироваться. А чем вы просим, я не... Интересно. Какова воля тени? Внем ли ваши слова? Да хранит меня. Ой, Анхоли Фрэнзе я вместо Крипла кинул. Мое сердце жаждет битвы. Мое сердце жаждет битвы. Мое сердце жаждет битвы. Ненормально, но... Внем ли ваши слова? Будет исход. Краб, что борется. Аааа. Поданхоли Фрэнзе вообще найс. Мое сердце жаждет битвы. Я путаюсь в ходкеях. Путаюсь. Путаюсь во всем. Что мне нужно? Мне нужно... Блин, дофига нужно этих митвэгонов. Митвэгоны и некросы. Даже без финдов. Митвэгоны и некросы. Все, что мне нужно. Ну и может быть пара баньши. Все. Финды не нужны. Два косаря соберем. Соберем, соберем. Товарища слева Андеда не добили. Тоже может мне аукнуться. Здесь еще пять косарей, которые... Вообще бестолковые. Магам нужно было затариваться. Хотя бы серклетками и медальками, чтобы не было проблем. Да и паладинам тоже хорошо было бы... Собираем трупом. Ааа, слушайте, я кажется не ту кнопку вообще нажимал. Нас собрать трупы. Я их постоянно сдавал. Ммм... Я тупо их не собирал. Продает еще? Понятно. Давай крипл тогда. Ну, конечно. Да твою налево, ну что за... Ой, 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 ой. Такая сейчас подстава была. Нет слов. Какая была подстава. Так, собирается. Везде собираются трупы. Окей. Здесь фоги на центре. Короче, мне нужно эльфа этого убить для начала. У меня что-то никак не получ... И у него сейчас достаточно большое количество... Так, давай-ка вот так вот сделаем. Нет, надо финдов сейчас хотя бы немножко, потому что... Потому что мне мяса не хватает. Слева подходить не хочется к этому товарищу, потому что справа может... Ну, то есть еще левее может прийти... Опять этот с... С героями. Поэтому надо как-то вот... Да, как-то сюда идти. Мало мидвегонов. Очень мало. Жду еще. Жду и делаю еще. Мне казалось, что они вышли уже. Мое сердце шахтер в битве. Ну, да, я вижу. Инфернал пошел. Ох ты, плохо. мое сердце шахтин пипой мое сердце шахтин пипой кого угодно мертвые слушают тебе о чем вы просите меня мертвые штуки мертвые ваши слова моя помощь да как так то я лечил капец с запасом даже тыкнул хрена с два там ничего не вышло я в шоке дорогая редакция просто в шоке причем специально думаю сейчас примерюсь не буду торопиться чтобы лишнего не это самое кстати все тележки минус играл бы в дефолт вообще было бы изи все вот играл бы в дефолт с этими сфиндами с незначительным добавлением этих пацанов все было бы хорошо а сейчас я себя закапываю просто просто закапываю так три медвегона хватит хватит давай какой нибудь две обсидианки опять черт резурек тоже не на кого юзать из-за этих некрасов блин тележки загружаются трупами вот здесь вот это первая группа будет ждем архмагом надо взять свитки надо передать сер клетку этому палычу и два свитка и это же не вне фоги это но хотя крео он часто туп 1 вообще за это занимал на этот не повод все равно так отдаваться так хилманом мархмаг выходит чем у него а ну баталеке пропил кажется у него заканчивается бабло это очень 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 не очень еще одного финда вызываем так пойдем сейчас купим купим еще свиток скорее все сер клетки поехали на и сна и сна и тут наверное все таки этого надо брать там же феникс старфол от а транквилла этом короче надо свитчатся в нормальную тему нормальная тема это до гуля да я же лечил да что за пинг наверное такой уже во второй раз такая хрень ну серьезно я нажимаю он ни хрена не жмется короче забиваем на кастеров пытаемся сделать хотя бы какой то блин лимит ну серьезно я жму не жмется бабло заканчивается тут надо как-то на 50 сидеть улыбаться использовать резурект кастеров использовать только для того чтобы там была баньша какая-нибудь несчастная парочка может быть максимум так здесь все здесь добывают блин этот в атаку пошел да ну да смелел смелел это парочку баньши архмага надо в таверне воскрешать воем что по-другому не успеваем а а а назад блин ни хрена не лечится а у него там лимит уже воздуха всяческого что разводить его с шейдой да конечно он рядом он рядышком любая попытка развода скорее будет очень жестко караться вот так вот раз вот так вот два раз сюда можно 3с сюда 4с сюда 5с сюда 6 ну вот у меня есть типа лимит мой классный да земляной лимит я могу сделать масс тп я могу типа стпшится к нему на main не надо этого делать там соточку куда я лезу гарк не сделать вот это хороший вариант помним про резурок он телепортируется хорошо делать ли тп сюда если только он уйдет можно а у меня телепорта нету самого идем за тп идем за свитком ну ради одного финда резурок тратить как вы думаете стоит нет надо сейчас аккуратно использовать имеющиеся имеющихся героев вот можно колтарес надо еще одну шейду сделать вот это точно нужно сделать лучше парочку телепортируемся сразу сюда да а да телепорт на штом я же на штом этого взял ну массовый телепорт отличный бы вышел охренеть там народу охренеть там народу ну мое сердце жаждет битвы не жду мемлево не возвращаются надо попробуем 877 бывает так еще одну большие трейнл не имеет смысла делать сейчас никакую армию пока у меня есть хотя бы одна добывающая база то есть я на эти три косаря сделал только один раз 80 лимит а если подожду еще немножко то может быть будет чуть больше запаса он же видишь все равно ломиться не может где армия апкип называется 50 лимита дальше штраф но видимо пора за веру и народ мне неведом страх мне им неважно о чем вы простите время пришло мне неведом страх гоу в гарк каких гарк что то за чушь там кипер качаный у него аурой и уже гипосы есть гарк ё моё пошли экспертные мнения плюс феникс уже с этой эмаляцией своей в гарк господи зачем почему все общем то надо надо пытаться здесь что-то сделать ребят понятно что это маловероятно ну ясно еще вылете это я вылетаю что не дропов нет чатик работает у меня были все шансы на победу я даже фоги опередил пачкам с колоссальным разрывом просто фоги чем очка но это не то крел кстати на первом месте который мне сейчас на базе держит так что были все шансы еще ну что всем добрый вечер всем бобра добра надеюсь у вас все хорошо надеюсь лаги уже прошли спасибо ильдару за это пишет фомби да так и есть очень жаль очень жаль что по крайней мере фоги че не мочканули понимаете да ладно бы не я но если бы он просто ливнул раньше чем я я бы уже был бы ну не рад естественно я же не злорадный правильно но я бы не расстроился у меня подозрение что хост просто дискнулся и все такое бывает когда а псов не ставят и хвост сливает ту 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 нога rj-45 нервы смысле как если стрим продолжает работать и чатик продолжает работать как ты rj-45 тащишь суп я потом где-нибудь альтар на сахар воли заблочил трафик именно на варкрафт одно дело а тут я я готов был сейчас потерять всех финдов потом их воскресить потом опять потерять потом снова воскресить каким-то макаром там отбиться при этом при всем xp получить но моим планом дерзким не суждено было бы сбыться заходи создали gg 20 знак мне даже игра не помещается понимаете название не появляется настолько здесь что-то все быстро где тут слот для фоги чапала зэм вместо кто у нас там руэна в прошлый раз да ну отлично кастрюли кикнули ланкастр о фоге thanks glf stream of plz ready поехали завтра воскресенье еще хорошие выходные должны быть по идее щиты бы делал баньшовский химеры не били летали и все то есть они по герою еще больше фокус был по магам вообще да конечно баньшовский аймша надо раскидывать но я даже не помню ход кей или как кажется мне переставлен о да господин так сначала алтарь надо собраться ребята у нас каждый каждый раз новая раса сегодня поэтому может быть интересно во первых у нас опасный сосед слева который будет явно претендовать на эту же базу второе у нас точно опасный сосед справа который точно прям будет ставить нычку у себя мне необходимо сделать хотя бы базовую какую-то застройку скорее всего здесь мы поставим барак с будущей там с будущей вышкой естественно акцент на криппинг вот этой его точке естественно акцент на соседа слева естественного вот ну там посмотрим как как пойдет как слушайте здесь уже пять рабочих ничего себе это новости как быстро они строятся 76 заказываем героя здесь точно нужна по дефолту вышка магическое эльф слева кто это ру n а справа айреникус 2 ушастых хорошо когда две расы одинаковые рядышком это дает возможность понимать что тебе приблизительно против одного и того же придется сражаться но плохо что эльфы хотя нормально тоже не самый плохой вариант дван деда меня бы доставали чисто индивидуально это конечно но мне кажется серьезнее были бы проблемы если было два деда а так можно похулиганить можно покрепиться это еще одного рабочего построим готовы опять же говорят все поехали тут магическая вышка пошла тут первая группа героя хорошего ну козел ну ладно ой на козла как л скинул как хорош я не буду здесь этих вызывать вы понимаете кого быть блин взять бы девайс и при этом не добить бы их так хорошо слушая тогда может быть я смогу и сделать как вы думаете ну чё двух энтов вызвать потом хоп-хоп главное не шуметь сильно по поводу того что мы делаем ой козел тут ой 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 с прикопкой правда он там добивает еще ничего себе хан треска ладно нет покоя в наших лесах он нарушил наш покой сейчас второй второй прикопкой сделаем еще несколько рабочих так быстро пацаны за маны и хилон дострой уже василий какой он тяжелый то давай раз два раз это прям топовое что нужно сделать давай так так и так добро сидим боимся так вот мы но больше не нужно здесь главная базу запилить и возможно даже вообще забить на этого эльфа идти просто крепится тупо это тоже неплохая такая нет неплохой такой план капкан а что мне он с козлом сделать если вышка будет хотя бы одна магическая но застроит и убьет дело-то нехитрая давай правила на проверим просто проверим что здесь рядом еще нет достал до козла что у него не два барака случайно один барак протектор я думаю что надо его оставить в покое пойти покрепиться самому тут энтов все таким тут опять пару манок что козел сейчас будет третьим а если все пойдет хорошо и четвертым и я надеюсь даже пятым и мана ему нужна вопрос только все еще открыть что ему брать следующим для криппинга лучшие энты для отбивания до тоже наверно лучшим отлично это взял двух вызвал из трех возможных так пошел сразу грейд на следующий тир крепимся молодцы пойдем дальше рукавицы огром какие девайсы топовые можно здесь еще построить одну вышку вот так вот как там как то так молодцы крепимся регионом ману футменов потихонечку можно отдавать в расход здесь точно не лишний тоже будет вышка теперь в это время уже наполовину 4 есть магическую или гвардовской лучше гвардовской конечно но жезл похищение маны ок давай 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 бери а на базе у меня кто базе у меня эльф айреникус добавляю я еще вышки потому что что-то перестраховываю сильно ну потому что криплись на самом деле вот поэтому я добавляю вышку не хочу сейчас так гвардовская пошла здесь ок а эту пришли как пришли так собственно и ушли прикопаю-ка я фоге чем высосу ману у него я вижу что некуда класть для этого нужно еще разок ману высосать упадную отлично а здесь что эссен ты в атаке кипер у нее как минимум соответственно третий тут гвардовская а тут уже не а тут нормальница тут фэд прикопал одного убиваю других когда же там о хорошо а можно вот этого прикопать спасибо большим и не-не-не-не-не-не ребят вы домой можете спокойно идти грейт грейт а здесь кстати не добили можно вот так вот там девайс я знаю я могу вот так вот выкинуть и взять более полезный девайс внутри инфорсмент ешки матрешки жезл похищения ну ладно двух футменов я потерял опасно как тут все сложно господи тут хаос просто хаос ну вы знаете да как как мы играем тут как мы криво играем тут одна страта на века ждем второго героя теперь уже тинкер ладно передаем ему часть девайсов не в восторге все равно вот во первых у меня с лесом беда из-за того что я почему-то решил не знаю шедера не делать или ну как то так получилось проверю может эту точку можно покрепить хотя лучше да лучше к эльфу приходить просто его мочить тем более он сразу контру делает против моих моих хавков это очень-очень подло дерзко я бы даже сказал ой там демон хантер с арбой ешки матрешки ну это да это вызов это вызов играет на т3 нормально пока что пока еще ок шансы есть надо прийти попробовать это дерево отменить снова третий герой ферм нет да футменов можно отдавать как раз особенно учитывая тот факт что у меня ферм на героя нет тут фактор очка чтобы до прикопать еще футменов надо отдать полностью диму там поприкапывать тут грейт на анимал тренинг сделать тут смотрите какая какой фокус если крит массы не будет него у него судя по всему не будет этой самой крит массы это все нормально откуда не может быть крит массы если у него два раза сносили хотя может быть пару ферм еще бы запилить как бы правый эльф тоже гиппосов не делал то как-то два козла ё-моё два козла и тинкер ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй не ребята это какие-то неправильные герои ну смотрим ставим закрывашку тут дима там накидывает я не вижу гиппогриф он они 2 3 штуки дима минус давай лети уже в атаку вот он полетел 1 2 3 4 давай 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 оп 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 это тот самый момент когда да закрываем постоянно главное нашего этих вражеских хавков все убиваем ему к чертовой матери всех хавков там козла потом надо еще замочить он телепортируется и ливает это хорошо все хватит мне сейчас строить ерунду делаю бетон делаю грейд на атаку здесь беру хилку став ману здесь делаю ауру наверное учитывая то что больше нечего мне делать не спамить же энд правильно хотя бы одна аура у козла должна быть подходим сюда юзаем манку юзаем регенчик отправляем тинкера домой сейчас ставим сразу здесь следующую базу возможно надо было делать шредера купить его попробовать на халяву и это кстати одно то другому не мешает то есть можно эти все процессы распараллелить в общем то так это под грифонов здесь не влезет из-за шредера не влезет тут третья прикопка тут смотрим нет шредера нету 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 увы еще одну ману на этот тинкеру ой в смысле киперу передать дальше с виспы под уровень базу ставим и повторюсь вторую базу надо ставить которая слева тут реген пошел воркшопы потихоньку хотя бы вот против очевидного эйра надо строить что у меня герои такие что они особо не у него нычка скорее все описи есть потому что ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй ему тут базу убили там два маутон кинга ай-яй-яй какая грязь там господи надо прикапывать финдов надо покусить по финдам ой да там два предпоследствия андет арба два маутон кинга а у тебя два козла вообще отличные топовая просто бригада ну и финды против против хавков закупаюсь как могу тинкеру надо еще бутылек один передать чтобы было по-хорошему надо грифонов конечно добавлять а вот и вон и там еще таурен для полного счастья вообще ну ясно ну просто просто не выходит из этого как там ну и все минус половина армии ну а как там два молотка и таурен найс беру коней делаю грифонов к сожалению а че еще делать он дико качается на этом всем деле классные герои конечно классные классные ничего не скажешь блин а шредера толку нет брать пожалуй квартир я не успею сделать да и не факт что это нужно учитывая опять же молотки и прочим тут скорее с конями может что-то получиться один пять 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 господи пять пять стоюать отстрою ломбер мил потому что лесу нет куда ну и прикопаем этого дальше еще один инфернал вот это номер фокус да хрень выходит какая-то я считаю надо таурена фокусить наверное потому что нет не это вредом в любом случае сейчас надо атаковать тинкера убивают ну я пытаюсь его там стафануть но это какой фарш да дичь ну просто дичь падает падает тинкер падает козел кидаются таки он молоток два молотка ну и все собственно гг отыграли отлично я опять фоги обошел по очкам жалко 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 ну реально то есть я во первых зря пошел ну то есть зря козла отдал там конечно выбор у меня было очень мало доли секунды и все то есть молоток даже со стомпом или два молотка они в принципе герои стана не но он не выходит а если там два молотка есть там стомп и против еще героя у которого с хп серьезные проблемы то совсем тяжело а так то вроде хорошо skype говорит видишь что случилось а там же надо слушать у нас есть очень важный момент мы тут пилим новый сайт белая версия все дела и нам очень хочется узнать ваше мнение ваше мнение страницы судя по всему канала пользователя вот две минуты перерыв по лсм сейчас все будет значит речь идет о сейчас покажу как это лучше сделать работе что получается так значит первый макет макет под номером один вот эта страница канала чуть-чуть не помещается но в общем то главное меню сквозная лента чатик заголовок вместе с аватаркой перенесен сверху вниз для того чтобы типа больше места для плеера было много внизу разных кнопок купить поддержать подписаться ну нижнюю часть вы собственно видели там голосование блоки записи и прочее это макет номер один один будут голосования второй макет чем отличается видео это макет номер два принципиальная разница очевидна просто очевидно потому что здесь курсор стоит на кнопочке подписаться и отписаться проехали нет не только только и а нет 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 да и третий макет здесь появились отступы насколько я вижу вокруг плеера небольшие собственно проведем голосование ведь я правильно все сказал две кнопки внизу еще да 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 две кнопки внизу во-первых хреновое будет голосование принципиальный вопрос мы переносим информацию о стримере название трансляции игра со всеми кнопками вниз для того чтобы перед глазами когда вы заходите на канал был сразу плеер там либо в очень большом виде как здесь либо просто ну с отступами либо как в старом макете он будет сверху вот так вот ведь в этом же да получается вопрос ты маякни просто я скажу я скажу голосование понятно сори глхф ради я не совсем понял говорит витя витя ну как ты можешь скидывать разные макеты на грубо говоря а и б тестирование если сам еще не понял после того как на них посмотрел попроси разрабов допилить плеер то при плохом интернете просто невозможно смотреть ну вообще витя плеером не занимается и как бы лучше хуже это все равно что ну фактически просишь дизайнера там грубо говоря там поставить несколько серваков то есть это над этим работа постоянно идет но если у тебя на мобильном лагает то это проблема конечно у нас есть статистика сейчас я посмотрю сегодня как раз вечерок такой веселенький был да мы знаем у кого что лагает например нет здесь вы не видите ну вот в общем как то вот так вот вот это были проблемы у нас а сейчас все ровненько 6 процентов проблемных пользователей хо можно игнорировать спокойно так о чем я работаем алтарь нужно бы еще запилить я опять андет эльфов мне сегодня не завозят никак вообще никак не завозят витя запилил голосование прошу проголосовать уважаемый очень важно очень важное голосование что там а это тестируем плеер сверху инфа снизу б тестируем инфа сверху да проголосуйте пожалуйста это наиболее принципиальный вопрос на самом деле сейчас в этом макете в макете одной трансляции то есть хочется чтобы ну у нас несколько желаний у каждого свои и когда мнение делятся мы просим вас прийти на помощь а чаще всего делаем и так сойдет как бы пофиг то есть соглашаемся тупо забиваем и все и и все и белой версии кстати не будет сайт да какой плеер сверху это же пипец говорит фомби у тебя есть отличная возможность свой голос отдать в голосовании вот свой единственный голос взять и отдать мишкир ты заморачиваешься на ерунду мы любим гг будет кнопка сверху или снизу абсолютно пофигу это ты часто говоришь потом тебе подавай совсем друг я просто проходил эту всю тему не надо относиться а бы как тем более если есть реально принципиально разные макеты реально реально лучше проголосовать да линк был кривой у фибоначчо ну как бы никто разницы не заметил уже все проголосовали а фибоначчи другой линк да оказывается дал не тот запили для приложения ледокола вп отдельный значок в чатике Так у вас там два человека юзают. О, лич! Воу-воу! Лич зондейдов, это топит жир вообще. Можно скелетов жрать. Своих. Главное, хиллера какого-нибудь. Главное, не паладина только. Так, назад. Хватит танковать. Бочки говорит, да все равно на это голосование демократия это послушал, на зрителя наплевал, сделал по-своему. В большинстве случаев нет. Ну, бывает, что и да. Но наше мнение очень важно для нас. Ваше мнение очень важно, бывает, для нас. Чего и слово бывает. А вообще, скептиков, я прошу пройти... Написать свой никнейм в комментариях. Я потом что-нибудь придумаю с вашим конструктивом. Вот. Стоило, главное, уехать на 4 дня. Все. Демократия побеждает. Распустились. Какая? Забыли, что ли, как тут вообще все происходит на гудгейме. С ума с этим. Ничего, ничего. Это все быстро фиксится. Ничего страшного. Финдейк тупят, молодцы. Можешь нычку поставить, а? Не, ну а чего? Не, давай лучше... Да. Вообще, надо было базу ставить. Такой неправый. Так, 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 так. Тут скелеты. Жалко, третий новый нет. Ну, ладно. Подходим. Я тут все равно первую новую юзну. Натраля. Инфа соточка. И скорость атаки, и немножко хп сниму. Давай, давай, вызывай. Еее. Каменный талисман. Может... Не, не надо. Во, вторая нова, третий левел. Давай рестору запилим. А то и маны нужны, и хп нужны. Сейчас вроде как легкая пауза может быть. Клич как-то крепится. Отлично. Пойду на дурку попробую Шедро взять. Лич отличился уже. Сейчас некому будет танковать. Только каменный талисман, но я так не хочу его отдавать, если честно. Видимо, придется, если я хочу эту точку взять. Да, давай, пожалуй, так сделаем. Я согласен. Лично такой. Два кольца, два конца. голема конечно надо под это самое о шредра оставили мне блин такие они великодушны сейчас я пойду домой нет жалко нет вот пожадничал не пошел домой увидев фута и все минус минус финт это тоже умрет блин конечно же блин что я других слов то не знаю закупку давай сделаем все таки играет на т3 получается получается так скелета бы еще запилить и надо соседи найти так 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 давай гулик возьмем гульки были 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 таурен господи то боже мой еще бы эльфа вдавали так как таурена дают вообще было бы здорово так тут одну обсидиан кучу сразу пойдем вообще мочить давай разок топ не не сдерживай себя или чем уйди вообще зачем тебе молодец и сразу еще пару околитов мне таурен сейчас нужен прокачанный до 2 до 3 вот он второй причем можно сейчас будет еще на троллей сходить может он в экспириенс еще нет на троллях он даже может и прийти получит таурену кольца естественно было сразу отдать так давай-ка вторую обсидианку пока что сделаем здесь еще одного околита копай отлично третьего левела насколько я вижу здесь ним не получится у меня надо сделать great финдам потом убить одну гулю ох невидимые стражи ой как хорошо то реально хорошо сейчас мы двум соседним поставим по стражу здесь можно делать мне нельзя делать надо еще пару околитов сначала потом great вообще лучше не жалеть и построить некрополь 2 так бутылки тут хилку наверное тут ману пройдем естественно сначала к левому потому что он ближе потом к правому можно сапоги купить пока что слева хуман скорее всего да и орк реинфорсмент да ладно стоп 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 что много здесь народу фэд блин ребята вы чего и хочется убить и того и того и в общем ладно я не сделал great еще на на этот подходим у раз он орк скорее всего до бетона живет надо по хорошему прийти до бетона к нему батки бетона нет и я захожу нова стом в общем то и все убиваем реинфорсмента тут что он сделает правильно не забываем жрать скелетов главное опять же успеть до до бетона вот он пошел делать бетон на стройка завершена вален завершена ну где хилка то ну лечение да жестенько так местами давай так вот все сейчас уже должно ему поплохеть давай сейчас скелетиков тут сожрём добро идем сразу рабочим ставим базу меня тут светят козел падает надо добавлять продакшен я полагаю по что сейчас надо будет вот эти вот это все бабло тратить турен четвертый и выходить скорее всего потихонечку в гарк убиваем рабов и он ничего не делает арбу надо взять и пойти сразу на экс к нему и ставим нычку не добывает он ничего шедера можно под под подбрить смотрим база не база базы но не жалеем потому что тут уже лич такого левела что у него всегда будет хватать гарги гарги давай грейды конечно грейды грейды делается я поставил еще вард на следующего соседа добавил бы здесь немножко околитов купил бы новым героем сейчас все сделаем пацаны все будет все будет не переживайте нага неплохо для фокуса правда лечу арба нужно естественно а не нагим тут юзер 15 2 всего вышки поэтому пока не очень серьезно беру арбу передаю естественно лечу убиваю алтарь убиваю мэйн да закажем сейчас еще пару рабов здесь пару рабов здесь и пойдет добыча гарги конечно наверно лучше их первую группу в смысле финдо в первую группу а гарг в третью так мне привычнее контролить на самом деле лимита еще как такового ну полного нет увы шедро переводим потому что потому что он далеко слишком от леса отошел здесь еще околит на следующую базу и лучше здесь 2 и тут еще 2 надо будет заказать и тогда вопрос будет закрыт магазин пара зигуратов лучше 3 зигуратом здесь пару околитов я хотел попробуем сейчас центр зайти я сомневаюсь что там кто-то остался но вероятность присутствует сделать надо еще такой апгрейд проверить еще грейды там же третьего грейда на атаку например нет а телесно это есть ох ты ж ежик так так давай ка так посмотрим очень странная у него армия конечно давай очень странная у него во первых он тут деку теряет просто сразу очень-очень странный он я не передал там сверху еще фогич нападает я поклялся услышать я на том что приказали помирает помирает да фоги здесь странно убиваем ему что приказали я поклялся услышать и следование завершает нифига себе там так беру death and decay естественно здесь проверяем рабочих видим что ничего отправляем сюда надо убрать человека слева это наиболее слабый в данный момент из моих соседей тут корона королей есть беру ее вот это плохо конечно ну то что туриан сейчас умрет скорее всего может он не умрет да не умер что я много нагрел себя не к бобру этом слишком много на себя беру так у меня будет сосед фоги хуман но чтобы с соседом фоги хуманом было меньше проблем повторюсь надо попытаться убить сначала соседа которые вот еще левее находятся то урен может быть ну может быть ему удастся до шестого дожить во время следующего сражения но лучше сейчас купить парочку понятно да понятно я понял тебя это фогич он видите не дает мне поставить базу его можно понять его сложно судить за это просто он гад хе-хе давай так он да беда давай-ка свиток все-таки а то урен там как бешеный носится выискивая ходы между между ну давай death and decay сделаем тогда минус дк минус рейнджер ну точнее она тп делает вы плохо ай свиток не вовремя прочитал сейчас сейчас я без то урена такой лопух блин убиваем ему рейнджерку получаем эко-манку восстановим гг пишет юзер 15 так вот сейчас теоретически будет уже проще в том плане что слева товарищ не будет уже домогаться не будет пытаться мешать я я спокойно поставлю тут базу гарги мне не очень кажется нормальным ну правильным выбором в ситуации когда под боком фоги с вышками и он хуман ой 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 ну а кто здесь финды к сожалению финды да с видким фогич занимает вторую базу у меня есть у нее герои еще хреновы но у меня видите отдыхает во первых таурен веселый такой таурен надо наверное сделать еще больше продакшеном потому что может он понадобится совсем скоро вот здесь лучше снизу мочить сверху ногу можно на рабах немножко прокачать там наверняка есть кого поубивать один один и там четыре кажется у него представляете герои какие у него классные и причем два фаерлорда и короче фогича надо сейчас аккуратненько не кормя его героев аккуратненько просто мочить ваша воли исполнится я поклялся так давай-ка будет все таки так вот аурен наточил топор согласен так не хочу даже эти продавать все хватит поехали ребят ну нас интересует фогич да нас интересуют свитки против мортира с картечью интересуют там сапоги какие-нибудь или чу например возможно мид веганы это первый свиток это второй свиток и хитендранить подрезать потихонечку новый там спамить этих мортир ему штаурен 6 в следующей битве будет два свитка есть третье можно бы запилить можно было бы запилить если бы слоты были свободные слотов свободных не завезли к сожалению слушаю я сразу врываюсь на эти три вышки а давай-ка сразу дать на декей потому что как бы да тут и мейн же нужно мочить правильно ой да ладно прям хочешь прям хочешь сражаться ладно поехали чего я не против он там затарен тоурен 6 правда уже ой как больно там стомп у него немножко сплита свиток свиток протекшн заливает он там вовсю давай-ка вот этого убьем я вижу форсиру плохо это иллюзия наверняка да вообще надо прорваться к мортирам ребят ой ой нагом не умирает а понятно было телепорт вроде а это было тоже иллюзия нормально чего потеряли 15 лимита правда нагу жалко но в конце концов что я убил у него пару вышек рабочих там девайсы кони вроде тоже там страдали плохо что я в медвеган сделал абсолютно никчемное создание которое нужно нужно карать лучше вот здесь рабочих построить побольше чем чем там как-то этот лимит турент 6 убить его это надо постараться можно можно починить нужно починить обсидианки и еще финдов давай женька вернулась такая серьезная что случилось с котиками давай рассказываем все нормально у меня вебка кстати работает ты можешь показать кота что еще раз что еще раз да я могу без без вижены ездить так внимание скоро будет код на ваших экранах на голубых так и и и и и и все брысь ну-ка чисто мультишь нормально так давайте за свитками побежали да это бы сам это бесса это она я продам все-таки одно кольцо вообще и второе надо бы продать ноги надо наоборот закупиться и маны и хп и свитком попробую сбегать то время нам за девайсом ценным практически все что угодно мне войну был большой купим той же самой ноги можно будет передать или лечу но центральная база нужна он сейчас в ходе сейчас очень много бабла получает так стрелка еще не врубал давай вот правда солдберн сейчас будет ой успеем убить блин какая грязь чуть назад чуть назад под к этим это все безобразие чуть под к этим минус инфернал сейчас он пожалеет что полез сюда то время до убивает у меня мана там закончилась все и минус масса рыцарей минус вертолеты мне пара финдов умерло и ему сейчас убиваться будет крайне сложно мне так кажется давай посражаемся ладно не ну он телепортируется я финдов дострою немножко ой лагает чё там ой лагает ой все лагают это хост лагает или арена лагает блин ребят на это тащу на самом деле будет обидно если нельзя лезть на эти вышки ну просто просто убиваем вышки про забиваем добычу к сожалению у меня тут урена нет резуректа но у него есть тинвол за там большие при большом пытается что-то сделать но слишком он ему не повезло с героями так скажем то есть они у него и лоу-левельные и сами по себе герои такие не тащибельные совсем это сбегаю в центр вдруг там корона какая бы третий аура таурена проверяем а вот так вот и что инфернал беру инфернала я возьму тут хилка с началом тут манка потом и есть еще у нас 5 рабочих баз ой мортир 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 на гонага назад 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 так сюда раз стомб 2 аккуратненько то время правда не откатился но жрифин да он так остервенело свою базу защищал мне лучше под подождать потому что лезть вот прямо сейчас на эти на эти штуки совсем смысла никакого нет мне по сути нужно только одна центральная база ну или по крайней мере давить тогда когда будут когда будут здоровы героем что же такое-то но и там шедра опять сачкует хорошо лечим сам туриен должен быть в авангарде вообще всегда нага сбегает ноги тоже бы под лечиться пусть лучше лишь сбегает налича заперли у ё-моё там по лимит эльфам и нельзя ни в коем случае сейчас на эльфа тем более уж лезть давай сюда так сюда так так еще с томпиком как как издеваемся вы видели колоссальное количество экспы колоссальное столько рыцарей мрят надо поубивать околитов они уже лишние хотя нет вот этих вот трех то можно вот сюда вот наверное дэм по крайней мере двух можно сюда и сюда нельзя дэм я бы запилил запилил бы что-нибудь для ну типа бонярдов да и шейдов ну шейды не нужны сейчас вот именно в данный момент они мне особой ситуации не поменяют гарги тоже пока не нужны даже несмотря на то что у эльфа там все ок здесь можно стомбы дополнительные взять так и тут база закончилась надо сдавать на вышках он собирается дальше давить ладно поехали 1 2 3 поехали работаем он не успевает отойти попадает под стан очень много кастеров мрет но я отступлю потому что у меня с финдами засады сейчас на развороте лучше кайтить это все делом ну ультимейта то урена есть нового 3 просто уничтожает сейчас надо вышки убить но это будет до жарком но ночью мы сильно меня кормит еще к тому же магазин сделать для начала ну брось но не бросит легкая защита желательно не строить все вплотную сейчас финды и новые подойдут свитки бы еще закупить еще лечится а что еще кроме финдов делать нужен какой-то range но не мид веганы потому что они они слишком быстро тоже разваливаются от мортир с картечью хотя можно мортиры так близко не подойдут эти поприкрывали может быть и стоило сейчас хотя бы парочку мид веганом сделать лечимся 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 сдаю лимит ненужное тоже заканчивается слишком много выше он продолжает их строить завершенно завершенно раз я пошел ой вот это плохо ну потому что как бы да у него там уже норм со соточкам я местами подушками сражаюсь твой свиток и с ним лучше ой какая там грязь есть инвул конечно но да надо юзать наверное инвул сейчас рваться вот сюда вот и ну еще один просто уничтожать всякую хрень нага падает варен столько ловлапов но его реально много по лимиту ребят очень много по лимиту и он сейчас попробуем тут от ковыряться как там через бутыльки это еще не откатилась но я думаю можно ворваться тувереном раз два даже не бойся это у нас надо ну это фоги ведь он контролит блин контролит так нагло из таверны надо брать потому что я ее там не заказал и сейчас выбора нет волну пусть там волна первого леона особо не решает берем нагу добываем лес понемножку ну нужны свитки пацаны нужны свитки так давай вот так сделаем таурен уже готов если что резуректится так давай вот так вот сделаем о нет 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 капец я пришел вообще лечись михаил лечись да под хекс просто зашел по царским и меня здесь еще будет справа эльф то есть как только я дам слабину меня еще скорее всего эльф мочканет ну попытается убить нужно три свитка и вроде как нужно ноги закупать эти самые свитки потому что то время надо лечить временам лучше опять же пропить бутылки даже спря на то что у него так ты бери два свитка ну ребят пора уже пора также размениваться то есть качать героев за счет вот за счет давай вот так ладно нет да хорошо общился цвет только и знают надо и все но не совсем да не совсем еще пару митвеганов их назад вот эти вот под побьем башенки которые близком до калитиков приведем на автокаст пусть работают тут регион все равно идет молодцы тут манку переда 8 если ботал передай свиток передай блин то урену здесь инфернал есть лично инфернал собимаск может подавая себе маска то у ряшки слота свободных то урена нет но и выпил бутылек передам собимаску здесь не рубки хорошо митвеганы работают я подозреваю что там фоги кто-то еще мочит но чтобы таких вот подозрений не было надо конечно делать надо разведка делать шейды нужны потихонечку подходим уже четыре митвегана это в значительной степенью ускоряет процесс еще дать на деке попробуем раз уж он и ульта вот сюда запустим конечно кажись бабло заканчивается так ну там почти уже все справились с вышками тогда да поехали раз свиток в вас а ну метод метод все хаос полный не герои то не хочу я инфернал и тратит на самом деле хотя нет не надо опять он домогается в лечо так мы убиваем еще двух героев 10 лич и открывается доступ к базе верхней к его базе огромное количество рабочих у него тут собирает надо радио экспы поубивать по-быстрому сделать я думаю пару вермов и наверно все таки немножко финду что-то у него 7000 ну много выкачал эту базу видимо в самом самом начале вообще поставил это объясняет большое количество против трех саммонеров ни одного гестера да там не в них вообще сложность пугаете меня там четвертым и вторым фейерлордом это очень странно ну то есть это это не проблема не та проблема которую стоит которая стоит так сильно переживать нужно поставить шейду нужно поставить верхнюю базу нужно понять кто остался народа реально очень много то что я здесь откусываю две центральные базы это жирно на мой взгляд там кажись вирм лишний после грейда начал строиться в этом проблема да ну сейчас раскидаем шейд восстановим потихонечку ману возможно избавимся от мид веганов возможно перейдем в гарк потому что третья нова это очень круто так ты на разведку пошел вот сюда вот и дальше если дойдешь так 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 это маловероятно вторая шейдой сюда третью тоже с собой берем нет мид веганов нужно убивать ребят надо делать гарк не париться кого мне сейчас штурмовать мид веганов правильно хотя фоге чем можно было добить но и я сомневаюсь что у него миллион вышек сейчас достаточно маловероятно но его нужно добить его прям безусловно нужно добить так у этого товарища что мк много вышек на нет нет вижена на на вышке так тут раннер а это он и есть хорошо это что такое это плохо у нас 658 я телепортируюсь кого убивать этот кого угодно вообще у меня шейда просто он видел фоги ливнул ппп ггг да то редкая победа над про но это про это настоящий провод что это сто процентов про я видел его стримы давай еще немножко и не нравится этот фед если честно в центре двое разных вообще лезть не буду хотя хотя на желтого то можно не могу удержаться можно прийти там death and decay сделать а можно в общем то убить андеда но он же ко мне приходил правильно а этот телепорт делал я не пойму все что происходит кто-то кому-то приходит к другого убивают посмотрим он делает грифонов или не грифонов но кого-то он делает ладно кому пришел того убиваем хавки можно было кстати не замораживать ну чтобы он вылетел сейчас же хавк должен вылететь правильно пусть и вылетает в общем то я не против экспо не пахнет так тут до сандекей на меня кажись танки по полезным тоже норма в общем то ничего в этом удивительного нет меня только беспокоит тот факт что что у меня гарги против двух хуманов ой какой двух хуманов там только один хуман смф эльф у него кстати нифига себе так собрались у него там инфернал все дела вот он как раз приходил к этому не ребят давайте-ка мы не будем вообще с смф мне вообще не хочется сражаться вот роли другое дело тролли это деньги тролли это девайсы никчемные абсолютно как-нибудь надо бочком вернуться ой нет он здесь 7 не 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 дает было не надо демон еще там 6 да ну вас нафиг и тут еще атака щена из ребятам кажись я добился этого я согрел привлёк внимание двух барсуков и сейчас надо очень быстро выбирать какого из барсуков убивать реально полезно что так на смотрите у эльфа с одной стороны лимит да но у него нет добычи есть хуман который зажался и стиль который лезет я рискну предположить что эльф захочет вот сейчас сюда полезть и моя задача заключается как раз в том чтобы отбить у него это желание если получится то он может переключиться понятно он может переключить свое внимание на другого видите что творят лезут и лезут и лезут и лезут давайте сюда дойду что у него слип есть хрена с два там у него нет скорее всего слипа давай давай нового давай давай форкет станчик давай станчик вот сейчас еще новый сюда оп и не дредлорда был пацан и нет пацана так хуман сверху вышел сейчас мы быстро убиваем вот эту базу у него быстро прибыстро поехали работаем просто чтобы не было инком потому что это ну единственный добывающий его ой гарги там еще он отдавались молодцы они умеют да потом в идеальном мире мы должны проект пойти его и добить просто прийти и убить но но кстати у меня может быть на это время потому что этого хумана убили кстати и там сейчас некоторое время эльф ставит базу то есть у него у меня есть пауза которую можно использовать да вот 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 пожалуйста раз два три четыре поехали поехали работаем 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 стом давай 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 инфернала тут сели вообще не надо сражаться убиваем панду давай давай-ка вот так вот тебе инфернальчика вот отлично вот так вот правда лично что-то падает я готов я готов слушаю свой ну пока вроде держимся может и нет что приказали сейчас надо сражаться пока фэд фэд пишет гг да ладно ееее ну пока у него герой убитый так теперь у нас сагарк против эльф того добиваем мелочевку ну эльф скоро будет долезть против земли у нас все ок и причем надо куда куда надо телепортироваться убивать финдов скорее всего точно убивать финдов да нет просто сто лимита сейчас сделаем все будет замечательно инфернал там в центре к сожалению давай дарк ритуал еще гарк зачем я бью непонятно лучше стелепортироваться сюда купить свитки вы вызвать этих товарищей я буду твоими глазами он вроде не должен торопиться но он торопится ай-яй-яй у него господи у него там дима же седьмой еще да он идет я иду но мне нужно что мне нужно еще больше гарк к сожалению так давай наверное вот так вот так не подставляет тауреном за сто лимита мне нужно пацаны сто лимита вообще нужно этот взять новую кинуть в гипосов вот это было бы очень круто поехали раз свиток два поркать сюда же куда-нибудь трис хрень получается 4с отступаем чтобы новую кинуть в стак еще свиток стомп еще ново ну вроде окпуса надо только стомпать ну где там да вот так надо стомпать палыч умирает увы и сейчас дима умрет кстати еще это гг отлично ну у него там есть база он восстанавливается но скорее всего это гг потому что он последний остался не не последний нифига так скелетиков так скелетиков тогда жрем отменяю гарк сделаю лучше одного верма тп есть ну там хост остался но еще реинфорсмент же он может сидеть с каким-то там энным лимитом ставить третью базу центральную не нужно конечно вот это вот отменить надо безусловно вижу мишу там проходит мимо свитков нужно приобрести и будет сейчас еще вейв веселый ахахаха колиты подошли он идет развлекать вижню он же идет развлекать он же идет развлекать возможно он поставил базу снизу вот здесь вот база у него есть это было бы логичным а он резуре к делу вот для чего это все понятно он медведей своих спасал но на медведей пофиг потому что турен 10 и что тут сделать но инфернала все равно приобрету как бы почему нет почти на халяву вампиризм хотя вампиризм да для гарк хотя бы для гарк можно его взять базы здесь у него нет смотрим не добывает ли он тут не добывает ну и сейчас аккуратненько не торопимся ни в коем случае потому что мы знаем что у него инкома нет но если есть то он какой то вообще периферийный который в любом случае скоро закончится останавливаем ману проверим у него базы одной гаргой данпиловский алтарь сейчас посмотрим что у него он же на мэйне скорее всего с героями да вот гиппогрифов делает своих я посмотрю да понятно в общем рестор у него есть надо купить спокойно свитки я полагаю свитки 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 шейдой за ним следить он видите должен сейчас выходить будет со своей базы я должен в свою очередь выйти в лимит 100 майкер в лимит 100 не может такое быть невероятно сер клетку продам потому что надо выходим в лимит 100 да выходим да да и тут ремешок выкидываю даю девайс таурену беру ремень кстати у нас есть три свитка лечения гарги скоро прилетят новый сюда шейду но он двигается видите с этим с это будет серьезное такое сражение но главное все сделать правильно то есть кинуть новую стомпнуть форкет свиток инфернал просто армор кстати можно накидать вручную пока на этих на пацанов ну и желательно посражаться до того момента как вот так вот раз два три вот он был сейчас неправ немножко давай-ка мы новую сейчас сделаем инферналы сверху еще дима падает я слышал еще еще новый еще свиток еще форкет стомп по кд еще форкет вроде все что завтыкал тт ну да там дима ему на самом деле мог бы помочь ну всяко с димой было бы лучше правильно там прожал ультой и пошел сплэш там под паладином под цехой чем дольше живет тем больше дамага у него вроде там еще короны были какой-то за какая-то закупка была вот все это гг данпел остался сливаем победа пацаны победа долгожданная 1-3 на сегодня вообще 1-3 миша какой лимит я за базу свободный может занять запас ресурсов совсем нет говорит сливин сливин я во-первых видел что он строится я видел что у него последнее дерево он собирается сейчас идти в последнюю атаку какой смысл мне затягивать строить там третью базу не четвертому что за четвертую пришлось бы сражаться третью базу вместо того чтобы взять построить лимит и не пустить его на единственную базу добывающую 2 против 0 и так хорошо в общем то расклад неплохой весьма потому что ну для него это последняя атака в принципе была он не мог ничего другого сделать но герой конечно классный таурену спасибо рич по дандедов нага так тоже молодец постреливала что то так у нас кик смайла он обещал больше не играть ну смайл помните и все я забиваю на варкрафт конечно пацан сказал пацан сделал смайл не благодари если у тебя не хватает самоконтроля играть в варкрафт то мы тебе в этом поможем о, фоке че дождались стрим оф плз глхф, рэдим что за новое, да не новое они, это от планетроникс не помню слот фоку, говорит, рапи уже давно зашел, уже давно стартанули сейчас, если эльфов мне дадут, хотя бы разок в день эльфы, давай не, ну реально, я помню, он рейдж квитнул что-то там сказал, да я больше не буду никогда, удаляю варкрафт потом в чате я такой, не буду больше и сегодня заходят очень странны очень-очень странны да, по звукам похоже на хуманов или орков не, это хумановская музыка вообще но я до сих пор не знаю, есть ли корреляция между музыкой в заставке и расой, которая выпадет The Star Seeds позор тебе, что ты не узнал композицию а Бобер-то хоть и старый но еще помнит помнит Бобер звуки войны и военное ремесло так, ну, респ хреновый хуманы уже были с одной стороны с другой тоже они были и тяжело будет, ребят, тяжело очень многое будет зависеть от верхнего соседа потому что снизу базу поставить крайне сложно то есть даже если ты ее поставишь не факт, что тебе удастся ее защитить в общем, беда ставлю ферму здесь главное, чтобы не сорвались пацаны ну, ферму отменить небольшая проблема ключевое закрепить для начала эту точку ближнюю с ментами провести разведку на соседа на нашего кстати, я могу ферму ему запилить наверху если он там определенные расы да, да давай скорее пошел футмен пошла вышка ну, она тут очень нужна, ребят ну, и ферму как бы надо строить а тут андет ё-моё да хреново ну, я пошел ну, я закреплю первую точку но потом будет тяжело ой, там же уже блин тинкер там кто-то говорил если майкер рамочки не поставит то первым героем будет тинкер ты псих, что ли? какие-то сумасшедшие люди пошли да, там уже финды бегают это криво еще и вот ставить базу при таком соседе андеде вы знаете, я вообще не хочу то есть, либо его вытеснять вышками ну, это маловероятно либо забивать просто и идти крипицам скорее всего, это наиболее реалистичный вариант развить петлорд понятно, я еще рабочего там немножко потерял ладно понятно чуть отступаем мне нужен грейт на т2 нужен второй второй, третий ну, короче, нужно и крипиться и вроде как я добил, не я добил не я добил да, против андеда со скелетами крайне сложно сражаться на начальной стадии пошел грейт магазин нужен он может делать грейт на следующий тир хотя рановато это еще делать поэтому не побегу я к нему а лучше еще немножко покрипись возможно, стоит сделать дефенс возможно, стоит сделать ферму а как отбиваться-то, блин, от него на т2 наверное, придется играть в кастеров их-нибудь рифла кастеров чтобы не умереть на т2 от дефолта и так-то можно отлететь в общем-то эти скелеты уже напрягают дефенс делаем попробую хильнуться пока есть пауза вот бы сбегать на эксп но мне никто не даст так просто это поесть не, он здесь уже он будет выманивать у него, видите, там зигурат есть еще надо забивать эти крипицы дальше, ребят по-другому я не вижу вариантов других вариантов я не вижу еще одну вышку тут поставить надо тяжело с соседом андедом ладно, давай попробуем вот здесь вот проверить вдруг там товарищ вообще не пошел крипиться ну это, в общем, бред, бред, просто бред обычно первая точка, которую крипит, да, это она ну давай тогда спулем второго человека он ко мне пришел уже ух ты понятно, в общем да, да а, ну и ясно это какой-то трэш делаю второго героя надо рабочих подлечить у него маны, правда, нифига нет но я сагрил вообще, вообще-то, товарища снизу мне нужен, вроде как, спирит лодж мне нужна хилка хилка, кстати, есть, я зря не лизаю а потом, может быть, даже масс просто тупок астеров то есть брякеры, присты, немножко сорочек то есть надо попытаться хотя бы, хотя бы этого товарища убить а убивать придется с одной базой поэтому поэтому да попробуем тут финда поджать но это тоже такие нага для пуша, в общем-то, не так плохо для пуша может и пригодится что мне нужно еще одна ферма попробует худшимок прокрепить но это не получится можно даже забить на эту идею но все равно пронумеруем, пацанов и дальше пара пристов помним про то, что ты понят так, пошли присты да, да, да там еще кипер у него о, хорошо очень хорошо пока едется зачем столько пристов надо сделать грейд на следующий тир вот со спултбрекером будет повеселее, я полагаю и сейчас можно ставить на т2 базу просто ставить базу томов экспириенс отлично тинкер следующий вот с тинкером вот герой на самом деле очень хороший с ними как раз можно воевать весьма неплохо как вы видите надо еще сорочку одну парочку сорочек делаем ну факторку убивает хорош чуть назад так, ребята давайте вместе дружно еще один спултбрекер минус пристам надо было диспл сделать сейчас опасно вообще сейчас так играть очень плохо то, что ой, там т3 уже не, 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 назад там уже т3 ой, нага апнулась этого убили ничкуда делали хорошо после т3 что мне нужно? став в первую очередь учитывая такую ситуацию экономическую давай-ка сначала заставим ой, нет, 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 нет пацаны я вас подставил да еще пару рабов здесь делаем да брейкеры ну и норфаер вряд ли там скоро дистры уже будут скорее брейкеры брейкеры и продолжать давить а почему не по герою, кстати, да давай сразу ставчик причем третьего героя будем делать там дестройер уже, кажется, появился мне нужно отменять так делать третьего героя так, окей передаю пока пока вот так вот нагим да, дестройер есть но я убрал слоу сейчас надо лезть просто лезть дальше делать пристов и этих надо ферму, наверное, добавить еще у меня могут быть сейчас проблемы из-за фокуса там там арба, там прикопка нага вторая блин, что за армия ну и капец он сейчас будет да, он будет продолжать делать мне нужна ферма наверное нет, воркшоп не нужен вообще нужен но не сейчас безусловно блин, жесть такая ну и как я буду действовать с дестройером мне никак не справиться без без рифлов или там еще чего-нибудь такого я об этом как-то не подумал попробую сделать рифлов да, ну это минус база да, да, я понял сейчас могут и тинкера убрать ну вот в такой ситуации что делать уже ничего, наверное не, 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 нет хорошо фокуси героев да по возможности это я фокусу героев но не помогает так, ладно он делает базу сейчас по-другому надо будет сделать так третий пит лорд надо стафы брать и пробовать как-то не знаю сорочку можно даже убить вместо нее рифла запилить а, он уже здесь подумал, не будет лезть ну это нагловато, конечно, с его стороны вообще правильно я же тут знаю, что будет будут убивать но не успеваю стафать блин, еще не те бинды ну это четвертая, а не пятая зачем-то понумеровал не так пит лорд, телепорт еще минус брейкер ну не добил ну в смысле не дожал вовремя и все так тинкер идет толку от него немного ну это с андейден всегда так сложно всегда очень сложно сейчас у меня вариант либо я просто пытаюсь ему фокуснуть героя блин, ну что ж такое где... а, там нага-то лечится она не могла это гг, пацаны не смог не справился сори возможно, надо было играть сразу в Т3 то есть вышка забить на эту базу не пытаться ее поставить играть сразу там в мортиру с картечью как-то так за вышками стрелять ну мне казалось что на Т2 я его задавлю к сожалению казалось к сожалению увы что делать давайте до победы вот последнюю игру сейчас играем и все и закончим на этом потому что сегодня же я вернулся после на побывку в общем жена ждет ужин стынет вышкин на второй базе мог поставить а толку против против там рейнджовых героев финдов и арбы там какой смысл в вышках мало того что не факт что не достроится потому что он постоянно видит что они рядышком они еще без грейдов каких-либо так что у нас там а фоги еще нет так еще и да я не знаю буду ли я стремить в ца посмотрим посмотрим ближе к мероприятию вроде скоро ждем фоги да я бы за эльфов сейчас последний раз отыграл бы и все было бы хорошо пацаны ну прекращайте ломить ломиться все равно слот для фоги последний не получится зайти в любом случае поехали скорее всего последняя игра но надо сейчас сделать хотя бы еще одну победу музыка-то эльфийская играет сейчас кстати я ее узнаю везде но не факт что ну проверим кстати в прошлый раз хумановская точно была сейчас надо еще оверлей поставить эльфийский вот все теперь вероятность повышается ну е-мое не работает схема резко кстати тот же самый на этот раз я андет я андет я андет резко не такой удобный как сверху потому что здесь сразу получается зигурат можно поставить первым же делом и тут будешь им сверху там постреливать но это все мелочь самое главное что у нас есть первоначальный доступ к этой к этому экспанду его надо брать аудовский оверлей есть конечно смотри какой спасибо фомби как говорится за это а я его больше времени уже раз 10 спасибо сказал наверное оверлей меньше делал по времени спасибо фомби большое за то что сделал оверлей продакшн ё-моё вообще просто фуфа заиграла новыми красками до этого было не то а сейчас самое но на из говорит джинниус джинниус я тоже слов нет ну не знаю может магазин не лучше зигурат вы знаете действительно лучше построить зигурат вот тут вот понимаю понимаю что не так близко не так ух не сорвались главное самое главное что не сорвались было бы обидно самое главное говорит фомби что бестмастер будет блин вот что вы вы это мандетт кстати да нет не факт что это мандетт почему вы меня ненавидите почему вы вам нравится когда я страдаю наверное по той же самой причине что и смотрите санчеса по той же самой причине нравится когда другие терпят блин черт да ладно и все как бы сейчас фейерлорд выйдет вообще все в восторге буду я чувствую как всегда бест нага и фейл ну не всегда так конечно но бывает здесь сто процентов не рубка так гульки давайте слаженнее поработать пожалуйста надо выманивать уже ну отчего пусть побегают ой надо назад назад уже пора ладно пит лорд ок ладно не пит лорд для андедов ты герой не такой плохой если бы еще дека был так давай-ка добьем вот этого вот друга отлично ой невидимые стражи топич топич это вообще лучше девайс на таком респе как я рад сейчас мы и раз узнаем и постоянную разведку будем по противнике иметь а реинфорсмент ноби ой-ёй-ёй-ёй да минус дейл ну это хорошо не надо жадничать делаем там околита делаем там скелетиков и аккуратненько тут подкрепливаемся понимаете все очень аккуратно пусть он там сражается криппинг всяко выгоднее чем чем там убийство пары грантов на базе товарища правильно правильно гениально добили хорошо тут еще томов экспириенс может выпасть отлично только вышка кажется дебилом ставлю вот как здорово совсем другое дело рог ветру и он главное вряд ли на меня вообще пойдет понимаете вот в чем еще фокус надо сделать грейд на т2 можно еще поставить глаз вот сюда на этого соседа ай да я еще не руб кто такой кастрюля с бестмастером третьим кстати слабенький ну что бестмастер разве это страшно можно конечно соседа попробовать убить я в любом случае сделаю зигурат мне за эту базу придется а не ну он сражается сверху пусть сражается не тогда будем просто крепиться пацаны просто крепимся и все огонь и смерть у кого-то там тоже не очень хорошо все я креплюсь последнее о чем он будет думать это сейчас пытаться на меня нападать пусть развлекается пусть разбирается со своим соседом ливнул уже что ли а это ноби там катапульт еще вообще полный фарш а я криплюсь всяко лучше чем сражаться вот с такими товарищами повторяю я уже в который раз тут целебное зелье книга мудрости тут одна нерубка вот по центру которая она прям очень хорошо станет будет скелетов не вызвал ну бас придется сейчас наверное пропить хауль возможно возможно даже забить и пойти сразу в гарк забить на продолжение финдовое до целебное зелье да целебное зелье одно выпиваем я делаю я делаю слоттерхаус я скорее всего сделаю побыстрее грейд на следующий тир воу-воу-воу кастрюля сражается с крео свиток зверя да у всех война это так радует меня вы бы знали еще было бы здорово шедро взять но это конечно сложновато там закреплено тут далеко не надо шедро брать надо смотрим напоследок продолжается перестрелка а че там брать то этого шедро подошел взял делаешь вид что твое лейд мастер так давай-ка выманим скелетом ой в смысле скелетом финдом конечно же конечно жирным финдом сюда народ отлично выманено отлично тихо-тихо-тихо тихо-тихо лейд беги так ребят ну давайте давайте все-таки не это самое не алё не будем до обсидианок жестить зачем это нужно все кто-то там закопку делает кто-то обсидианки делает кто-то шредер все опа девайс это поворот давай лучше второй склеп закажем чтобы и финдов или гарк если захочется амулет энергии тоже неплохо тут хил не наверное нужно финдов все-таки пилить пацаны я был неправ признаю надо было пилить финдов признаю признаю я жду ваше моих все время пришло вводили на стройке машина поиски третий герой пошел сеточкам так только не топать да зигуратом конечно некрасиво получилось ой что там понятно ладно это с другой стороны будет и нам не надо добро кто-то стрел пацаны шедер говорят стоит да ладно рубитон все нормально невнимательные следующий герой нельзя без тебя да вообще никак ой господи нет худо без беста хотя наоборот постройка завершена потому что он не добро ну конечно опять 25 давай хауль назад вызывай своих свиней время пришло тататарата давай гарк ладно давай бутылек мне очень нужно эту хрень закрепить ребят боевые копцы без 15 ну я считаю что неплохо так здесь манов здесь хил пожалуйста хавль пожалуйста камень преисподний вот его можно юзнуть кстати прям сейчас можно его из них а че они все ведь оп и назад уходишь в тень ой сзади сзади идут перегруппировываемся регрупп гайз не надо ну гарги какие-то с точки сбора какой-то невнятный когти плюс 15 еще лечебный эликсир айп а можно вот так вот пожалуйста телепорт ой не сделал да так берем сапоги берем гарг осталось последней точке пацаны представляете почти все закрепил айда бобер айда да так тут так тут хауль 2 отступил 3 нарезаем нарезаем нарезай как никогда не нарезал да пусть блэйд это самое арбу надо еще блэйду передать остальные это не шибко расторопные ой все умер что ли кинжал магом кусок безмолвия да вы издеваетесь мне девайсы некуда складывать просто некуда складывать девайсы надо валить ребята валим ну конечно же финды не в той группе это норма это кто эйвас я запомнил его так разбираемся во первых гулик берем с собой сейчас пойдем еще на драконов возьмем тп тут минус тут сюда тут сюда еще одну обсидианку свиток тп бестмайстер третью ничего себе миллион опыт получил больший я думаю что больше я не считал специально но мне кажется что больше там было миллиона так давай хауль и назад свиток что-то тут что-то много дохлых ну и добра маска смерти почти пятый блэйд гулии в расход я считаю надо ставить во-первых центральную базу вторых купите убивать соседей каких большой вопрос но надо дали храбрости бестмайстером чтобы у блэйд мастера был слот который он свободный который он спокойно может так гарги в эту группу вы сюда все наконец порядок так это данпел надо запомнить данпел с первым жуком отлично так сапог нет продажи как так просветку сделай вард поставь бестмастеру передаю сапог можно попытаться вниз еще сбегать а вот там тоже есть драконы еще бы парочку гарг запилить конечно же да и сетку было бы не лишним сделать сейчас проверим если здесь не добитые драконы потому что пятый левел до девайса мне о пожалуйста давай на крео окей а и а и и и и и блэй там уже с критами он сейчас диме объяснит вообще что такое сорбой из-под тяжка я понял тебя лист мастер учитывая свою сверхполезность он будет просто вызывать какие там криты 300 396 я отступлю здесь немножко что без мастер прокачался ну что он же офигенно крутой герой без пятого беста я не справлюсь блэй должен был бежать в центр слышь ты ну ну королевская корона что там там орг проснулся здесь что арба хорошая замедляющая ладно давай одну такую возьму другому героя понимаешь что бла-бла-бла вообще вампиризм бы хорошо сделать но он тут же осёкся кстати вы видели он решил видимо не лезть вообще мне не стоит час лезть на кого-то прям без без верой без уверенности в том что я справлюсь потому что запаса по ресурсам не так много так вот кастрюли например его зажали на мэне бедолагам так без мастер назад давай всеми назад я хочу поменяться поменяться арбой тебе коронам а тебе сферу льда скоро думаешь и пойдет мне не надо там сокол палит нехороший раз два я писала еще сюда а ультер у меня только один свиток надо его очень аккуратно вязать пора например сейчас отлично резнул ни на кого крит на 320 раз ничего не сделать вообще ничего не сделать просто один герой бежит и все убивают я пойду шопить снова да что что это точно хочешь этого вот прям скажи только честно у у меня этот орг сейчас провоцирует центре есть когти плюс 12 true shot есть вот true shot беру беру и пит лорда передаю тут doom вызываю просто для того чтобы быстрее убивать здание хаос атака все дела что по грейдам второй армор третий армор здесь соответственно база есть не рубки делаем да заказываем рабочих на следующую базу две штучки так две штучки так и штучку вот так вот туршот передаю повторюсь пит лорду сам снова побегу в центр а у еще нет сапога без топа и пит лорда ставлю здесь базу это не нужно он пытается восстановить центральную базу как мы видим это правильно в общем то есть blink dagger только но я лучше ботинки тогда возьму да нет фоги тут ничего себе позбивали вертолеты ой не 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 нет я побежал только не нового здесь ищем дерево его а он отменил его просто сколько в шахте 10 косарей да все это нужно ставить ребят все это нужно ставить добывать при этом идти аккуратно аккуратно дальше подрезать ноби а вот ноби добивают видите пионы в атаку здесь криом которого вообще-то не надо бить значит очень-очень наглый чувствую себя в силы хотя пара свитков мне тут явно не хватает 328 какие криты а тут я базу все-таки поставлю потом пойду попробую эльфа добить он же там базу восстанавливает по 10 а здесь атакует данпел что конечно немножко но расстраивает а вижу пробуем вот он алтарь пытается восстановить не сдается таких всегда повторяю все уже в который раз всегда нужно добивать вот таких людей которые за до последнего до последнего пытаются даже несмотря на то что вроде все уже как бы конец и вот я весь патч из упустил к сожалению сюда за ботинками сюда просто за каким девайсом полезным здесь крео поубиваю околитов правда делает вышку я вижу тут большой амулет маны его в принципе можно приобрести скорее на замену замена другого амулета текущего нужен продакшен сейчас там вышки доделаются денег нет понимаете я вот с этими закупками вроде как все правильно а вроде и не за что зацепиться кстати алтарь справа делается сейчас добьем его шестой блэйд блэйдсторм может быть последний кстати не не последние здесь пока крео рабочих убиваем следим за т.п. у него хорошая экономика у него должен быть очень хороший лимит нумеруем склепы нумеруем бонярды нужно вместо парочки финдов сделать еще а вот пожалуйста да надо убить финда 1 минимум 1 как минимум для рабочих а еще лучше заменить одним вермом смотрим на этого виспа несчастного кастрюлям фильм ну еще что то есть эти еще что то где то есть передаю амулет пит лордом лорда что-то несешь вот так вот ладно что делать с одной стороны ездить там а это фогич давайте акса грим фогича всегда приятно согреть фогича прям счастье так у фогича центральную базу мне кажется надо сейчас вот четенько по нему пройтись или крео добить у меня нет да сагри фоги пока двое не добитым я читаю следы давай раз два и три так вадим пошел минус рабы я вижу данпел мочит своих тауренов видимо чтобы баток сделать фоги убиваем неплохую базу всех рабов четыре вышки еще пару арканок что весьма и весьма неплохо но надо кастрюю добить я для начала проверить базы которые на которых он снова мог поставить эту базу свою восстановить как-то там по хитрому не знаю а так у меня вроде как все есть то есть там 3 грей только на так на защиту нет все ок делаем тут проверяем крео делают базу тут проверяем а вот она как вот она что михалыч и висп сразу эвакуируется потом просто восстановить не дай бог этих трех героев своих и все даже трех героев там с более 5 5 5 каких-нибудь хотя у него пониже так сделаем вид что я типа его не вижу чтоб он на героя не диспельнулся на сам гаргами не упущу его виспок где-то же он есть так господи где он где-то он еще живой и надо ходить еще людей убивать иначе если людей не будешь убивать ресурс какой-то цепи конечно очень хорошо но но левел то не растет а у меня тут маска смертью без там не нужна эта хрень именеме нет беги нет не убежит ах ты подлец дамп ну да говорите вот жук представляете я к нему как к родному со всей душой нельзя доверять дампелом никогда учитывая то что на этих базах дофига свободных ресурсов вообще blink надо брать думу потому что ему как раз надо будет уходить от врагов тут вообще везде дофига бабла сделаю я блэд мастером восстанавливаю его креоли вновь креоли вновь почему там либо фоге его убил либо либо кто-то еще но не нет не кастрюлю же правильно его убил такая нелепая смерть ну вот еще кто-то пришел ха так вот расходились тут давайте пачку гарк да не хватит и так лучше уж верматом какого-нибудь запилить постройка завершена постройка завершена постройка завершена деньги идут просто текут рекой вы видите какая ситуация сейчас о-о-о-о кастрюля опять ну это куда мне вроде здесь все все нормально все нормально здесь медальку можно продать конечно но ой отстроился все таки а вот вы посмотрите какой надо убивать снизу соответственно крео умер ну вот это крео был справа я видел фогича возможно кстати фоги он такой зелененький а это он есть он как раз крео воевал ой бестмастер слушай друг что такое а там сразу арбак рит на 364 привет про плей так о чем я да да убили у него алтарь сейчас убьем мануэл сделаем много-много шейд и ведь реально нужно за это самое ходить в магазины бегать просто и по магазинам тут две с половиной тысячи ерунда да я понимаю что тут слота типа не хватает ну что мне сделать ну вот ничего дампел нет есть большой кстати большая медалька жизни для блейда это очень даже неплохо так а тут фогич летает на так тихо ах ты какой есть кастрюля минус далее моя задача моя задача фогич на самом деле ну а что у него мне герой хороший он вроде не сражался за свою базу нобби отстраивает пробует алтарь я его вижу нобби тоже надо добить естественно конечно же да тут фоги раз два а ой 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 так посмотрим что у него там за армия а это массовый тп что ли это персональный тп был да он отстраивает базу хитрец какой а вот это он конечно дает кони вертолеты лично есть качаный лич лич пацаны давай-ка думчанский так вот так вот сюда блейдом еще тут немножко пошалить ой фогич не видишь да ничего капец какая грязь просто склевал всех этих ультую до сих пор тут давай-ка вот так вот сделаем все таки не хочу умирать ну придется мне умереть какую там такое количество лимита развалилась ребят я понимаю что я героя потерял но вы видели что произошло я потерял обсидианку и три гарги я думаю мне нужен верм и герой все больше ничего не нужно ну и вот эту вот тему надо уничтожать так и тебе передаем медальку сам пойду дальше шепиться тут бисмастер самый полезный герой в игре в мире какой игре то просто лучший с мастером постанавливаемся потихонечку здесь блейдом ищем смотрим ничего не находим кроме вот амулета леса айлета это девайс на один раз ну неплохой кстати все весьма и там 4 лич у него 4 окур типа из 15 отменяет сам сегодня да надо ему центральную базу убить просто подойти и убить центральную базу план капкан доброси . сбор у меня все шейды отдаются на ней это что-то неправильно пропей так у блэйд мастера будет сейчас такая задача чётенькая он должен будет просто брать и нарезать лича просто видишь лича не видишь препятствий подходишь и режешь можно конечно дождаться сначала вот когда у него есть ли сайланс интересно я смогу вообще тут ультануть по красоте я думаю что могу только ульта не откатилась а так по красоте то можно у него алхимик ой эйвестон тырит давай блэйд давай ах какой видели да может с этой страны лучше да кстати страну лучше кто бы знал кто бы знал давай тогда как свиток здесь решишь ух 420 крит звери не лгут учуя капец какая грязь не нельзя здесь экспо мы убить и все и не париться ну давай ах ты гад давай думче думчанского другое дело постройка завершена точно неплохо мне кажется так вроде как not bad надо отступить хп мало цитков нет и в общем-то цель-то достигнута правильным мы же у него убили добывающую базу нет не надо здесь рабочий раз восстанавливаемся смотрим что по девайсам есть корона королей королем у нас сейчас будет бестмастер да бестмастер я попробую еще восстановить манку вот таким вот образом деньги все равно есть так сверху кто сверху жук дампеловский я не смогу его все равно так просто мне нужны мне нужен свиток был лучше два тут продать амулет надо вот это вот силы чтобы освободился слот еще когти плюс 15 ну ребят но я не могу как могу все ты можешь 4 когтя плюс 15 арба минус армор и в общем то все неплохо он уязвимый конечно 1000 хп всего лишь 1000 хп несчастный на плюс 65 урона вот наконец освободили здесь рабочие я смогу перевести хотя бы здесь троих и вот сюда то еще кажется нет можно было проверить фоге чего вот эту вот базу мне кажется что там кто-то другой потому что он бы не стал так островенело защищать вот эту вот мишку тут бы еще конечно несколько зигуратов не этот не фоги тогда все понятно я вижу еще баток сверху вертолетики интересно у меня один свиток есть в общем то дальше надо просто хауль сделать я полагаю ё-моё какой он плотный и вот он сверху щепечки да мне не хочется сейчас сражаться с орком я бы просто убил рабочих у фоги че и все давай на рыцаря хочу лезть минус шейды не надо не надо не надо михаил не на одну нет зачем тебе это вот к чему она сейчас можно ладно мне не ладно не надо не надо мне тп нет твою налево что задача михаил как-то без тп то ходишь вообще капец что это было что это как так то я вообще я в легком что как без тп это вообще шоу там your love поддержал канал слушайте я не открыл свой канал и у меня там столько ивента сейчас вы мой канал сейчас алиса расскажет надеюсь должен был добивать не добил здесь делаем вышки добавляем пару некрополей все равно конечно ситуация очень хорошая но то как я расточительным может отказаться от какой-то девайса аурного ну как-то от него откажешься так значит чиним надо фуги убивать а потом уже с остальными пытаться как-то что-то сделать плюс 6 мулет 2 глаз очень много глаз тут от данпела в частности очень глаза стыдом поставлю здесь глаз есть свиток один фух ты ж ёжик кипал еще смотрят там вообще армия это как таковой то нет но я умудрился отдаться если убиваем пару рабов они насколько я помню лишним да давай блинку берем здесь выпьем манку и возьмем пожалуй свиток пока что все идем на да на этого на фоге чем задача быстро убить вот эти вот четыре вышки а потом все остальное у него очень мало шансов на победу так вадим подходит наш дум кидаем он должен сейчас расстроиться конечно так давай культа нем здесь ну чтоб надежнее база у него последняя поэтому он должен за нее сражаться добиваем ну все у нее очень хорошие герои по уровню там 96 уже но алхимик топовые которые у него падает нычка отдается не закончилась база можно я думаю смело уже ставить сюда нычку центре ничего ценного нет отдаются вертолетики и у фогича должно быть у него не не должно быть добыча потому что сверху оргстом и слева вроде то ли эльф то ли не эльф не знаю кто там вот идем к нему на мэйн тут у него видите горит очаг ну смысле этот алтарь гаргами все съедаем это он я читаю следы дум это второй же дум ничего себе круто я почему-то думал что у них пулдаун и другим околита пришли как почему откуда не совсем я понял такую миграцию но денег вы видите сколько шредер кстати давно давно не собирает точно последней будет игра даже если это умудрюсь слить когти забыл да не забыл там когти его пит лордом да здесь он строится ухожу надо найти где он устанавливается можно блэйдом все сделать гаргами вот на эту базу скорее всего на добывающим минус 2 вертолета крит на 404 недоступен вертолет птица гордая пока не пнешь не полетит до конца тут все дособирал тут проверяем быстренько ультанем а ну вот пожалуйста пара вермов могич восстанавливает героя как видите сбегаю к я снова девайс проверим то через shift вызовем когти плюс 15 я понимаю что их много дом говорит 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 я всегда так перед целевым перри нацеливаем на другой алтарь то что явно из этого ну если они одновременно заказывались и из этого не успела вы это значит из этого не выйдет вижу крестов он видит моего блайда стало быть снова час пойдет на эту шахту скорее всего надо дело подрезать криты на 432 да вот он алхимика умудрился восстановить 468 ну вот первичная сейчас задача это фогич как раз убить то есть она очень хорошая непростая даже учитывая то что тут все все весьма неплохо для того чтобы ее осуществить нужно сделать разведку горганы в разных местах в наиболее вероятных тем не менее но в разных вот а потом найти где он устанавливать пробует следующих героев самое главное так здесь вертолетик тут шейда тут минус мейн раз где же он там летает вертолетик вылетает контролировать что ли еще будешь слава богу я уж испугался сейчас начнется убиваем рабов эти молодцы вот он и ульта как раз да есть отлично сейчас ультанем побежал 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 блэйд двери не лут здесь ой это кто кипл 9 блин пользователь миша активировал премиум на ваш канал мистер миша и верно естественно что прикажете так он отменяет опять героев своих в алтаре там достойный кипл 9 уровень у меня правда тоже 9 но я думал что я тут один а нас несколько он кажется пошел продавать вермок моих еще его отпустят погодите мне на самом деле много не надо мне надо там пару критов нанести и все давай ну где криты критуй ищу тебя называется игра ищу фогича чего желает мой кроняюсь мне интересует а во 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 рабочий это неспроста ну пожалуйста где он ходит скажите мне что он делает как он мог я ищу конечно же не надо искать надо просто убивать ну конечно конечно чего желает я жажду служить хитрец какой видите биги биги михаила это твой шанс это твой шанс два укрит они родной у меня шейда давай инвиз купи купи инвиз инвиз шикарно скилуха и 472 крит по спине во за лагалом что там случилось интересно а ну здесь вертолетик убивает хорошо что он недоконтроливает конечно я читаю следы у фогича бомбит он кричит чтобы били миша прекращайте там человек передавать инфу ценную конечно она радует меня но это как то как то не очень хорошо я считаю г г е второй раз фогича убили второй раз так теперь самое интересное осталось три человека но скорее всего их двое рейникус и кипов мне необходимо во первых во первых привести в порядок свои дела ситуация наипрекраснейшая привести в порядок дела это поставить вот эту вот базу вот и разобраться с девайсами всякими я буду ходить только героями даже обсидианки с собой брать не буду плюс 65 урона это неплохо узнать бы вообще шейды нужно опять же аккуратненько сейчас заходим смотрим надо играть на дестройеров наверное сделать ой да ладно вот так просто а чё так чё так плохо у вас все что не гг пишет кипал но он видимо воевал все это время с кем-то и видимо не все так было хорошо у меня есть небольшой запас по баблу так что так что нормально мы делимся я думаю что можно еще заказать пять рабов их сюда а и гаргун уя тут 978 о ее я это дан пел ребята дан пел оказывается живой он просто остался как хост а он не хост можно козла запаковать вот это вот пожалуйста мне бы одного козла пожалуйста прикопай меня обернись было сало кстати давай уже минус ты поесть поесть пора юзать чуть под 500 ульта 80 крит может не успеть кстати аркадий он еще ультует своим героем хорош пора ультимейте за это давай рискуешь подруга нет я риску кто не рискует как говорится тут сушься может его гулями убить какими-нибудь как в tower defense и что у него по центру фигня у него по центру три магазина героев ничего такого что было это мне не лечится гомос некроманты баф на вермов и прочих а кстати можно сделать анхоли френзи классно зайдет на того же самого блэк мастера айренику сливнул то есть остался данный самый главный хост я василий до 40 косарей сейчас пойдем уже все уже уже хватит и вермов побольше отопьемся только то пустые героем и слышь полегче вардан без тп просто нагло им тут выкладываем парочку берем он сидит за вышками ведь без без лимита есть прикопка с одной стороны другой стороны если козла убью то не будет у него прикол а у нее жук еще забыла про жука на самом деле можно на дурку сейчас ультануть вдруг у него продавая так я же здание нужно мочить правильным вот это взрывы пацаны все нас предали вот неплохо он там быстро приговорил давай-ка так наверное сделаем он кажется видел блэй да я пофиг вроде все отлично у нее минусы снимет я сделаю тут все таки анхоли фрэнди герои живые подлец подлец представляете как я к нему со всей душой один слутер хаос надо добавлять продакшен есть опять же небольшой запас по ресурсам так что можем чем-то и сильно не переживать относительно того что нас кто-то может перемасить кто там пришел варина варина но не надо но сейчас придем нычку добьем ей тут вермы объясняет очень быстро объясняет а пока он ко мне бежит сейчас вот сейчас он бежит же ко мне ждет мы к нему снова на базу придем хорош расконтроленным ой это плохо цены это очень плохо можно стончик стом все мне больше не нужно твой варька сейчас добьет надо было виндук уходить а как ты не достал то стомпом это новости как давай крипл тогда уже бьет все убьем берем блэйда все у нее нет добычи то есть не уже база минус по сути мне надо только отличиться и не давать ему эту базу поставить он там конечно старается не сдается надо было стом делать убивайтесь прям варьку она ждет медленный или салон не кидать вариант то есть сдаем рабов увеличиваем лимит делаем . сбором и кажется мне . сбора с этими с да есть какой косяк есть такой косяк опять же надо было сало кидать но я уже сплю на добивать просто и все хватит лохматит бабушку уже и так все анхоли френзи да ой сайланс ой беда какая 484 извините кого там бьем инфернала вражеского инфернала он добил мне причем какой медленный капец давай анхоли френзи окей поехали смотрим за бейдом какие там виверны что там такое вообще домой потом герой еще вражеский посмотрим какой козел а их двоем мнение здесь нельзя сражаться ребят да я знаю что слабо сыграл знаю что можно было лучше отыграть как он нарезает как он нарезает 50 левел дан пилот добыча скорее всего никакой нет потому что все по периферийным уже столько времени прошло на в этой игре что выше слабо верится он скорее всего просто восстанавливает героя на последние предпоследнее бабло не знаешь какое а ну вот пожалуйста не 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 ладно blade будет сам сражаться сначала вот так вот он сделает а потом поехал давай не нет нет нас убили пацаны не может быть обувь шел без мастера отлично я думаю у нас есть еще все-таки шанс надо не 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 нет 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 капец что я творил я не хочу строить там лишнего четырьмя героями с субсидианками отбиться честно такой у меня план это его последняя армия знаете последняя карл как возьму себя в руки поехали работали ну все держите мне семеро так так блэй давай да убьют понятное дело на лимит то где у меня заморозка есть но смысле прикопку нет ни шагу назад критой опять нет ну не надо на блин о вермы так в таверне выкупаем счет трех героев я полагаю на фиддл марту говорят сколько у тебя бабла 31к отлично вообще он сейчас расстроиться должен ой нифига себе он у него там нормально хотя нет он говорит ггтт ну гг давай ливай а то мои пацаны немножко так победа пацаны все спасибо вам большое что смотрели завтра воскресенье возможно вечером будет трансляция с бсп но посмотрим в общем как будет две победы сегодня для меня для бобра это хорошо все увидимся увидимся завтра в любом случае завтра увидимся вопрос только на какой трансляции